Друзья, включил видеозапись, отключил звук у всех, когда будет наш выступающий, а у нас сегодня выступающий Анатолий Иванович Климов, вот ты включишь там, я тебя отключил, но сейчас вот поговорю немножко, 2-3 минуты. Значит, сегодня у нас 1 марта 2023 года, я всех поздравляю с первым днем весны, зима закончилась, я вспоминаю, вот когда я был аспирантом, со мной учился один там товарищ из Болгарии, они, Мартинец, Мартинец это у них называлось, такие фигурки из ниток красных и белых дел, это было очень и очень красиво и привлекательно, сразу становилось ясно, что началась весна, у нас, друзья, началась весна. Еще одно такое объявление, я показываю, вот получили из печати труды 27 конференции, надеюсь, ну может быть немножко... Валерий Николаевич, чуть поближе подвинь, чтобы получили, во-во-во, спасибо. Вот, значит, вот это труды, вот смотрите, такая толстенькая, такая толстушечка, 466 страниц, вот, и 35 докладов, значит, редакция поработала, основную редакторскую работу, я об этом уже говорил, Пархомов Александр Георгиевич, вот, на свои плечи взял, ну немножко там еще, значит, вот, Климов, Бычков, Зателепин, чуть-чуть немножко тоже там поработали, вот, в результате такая книжка, всего 5 человек изъявили желание ее купить, поэтому этим 5 человеком они у меня записаны, я попробую на следующей неделе, это не так просто, но тем не менее я смогу это сделать, послать по почте, вот, а остальные, мы делаем попытку эту книгу разместить в Озоне, Озон, это такая вот, ну, такая компьютерная, фирма, которая занимается продажей по интернету, вот, и там можно будет всем остальным купить, кто не выявил желание, я разошлю через Просвирного, ну и другими способами разошлем, как она там будет называться, даже сейчас могу прочитать, она будет называться Проблемы холодной трансмутации ядер, химических элементов, вот, вот так будет эта книга называться, можно будет ее там заказать и купить, она там будет стоить, я думаю, порядка полутора тысяч рублей, порядок такой будет, 1,5 тысячи рублей, ну, вот, с объявлениями все, сегодня у нас Доклад Климова, трансмутация химических элементов в Ленар-эксперименте и теоретическое моделирование взаимодействия нейтронподобных частиц с гетерогенной литий-H2O-плазмой, название такое непростое, я бы так сказал, и в него еще надо вдуматься и всматриваться, значит, вот, Вот, Анатолий Иванович взял на себя огромный труд, он расскажет не только о своих экспериментах, но и расскажет о теоретических расчетах, которые сделал другой человек, который, ну, к сожалению, не смог этот материал представить, но это все нам кажется очень важным И вот почему, потому что сегодняшний вебинар, он первый из серии из двух вебинаров, которые будут касаться проблемы нейтронов или нейтроноподобных частиц Вот мы, те, кто занимаемся Ленаром, понимаем, что здесь играют какую-то роль, огромную роль, может быть, первостепенную роль, играют нейтроноподобные частицы В чем тут дело? Дело в том, что, или сами даже, может быть, нейтроны, в чем тут дело? Дело в том, что вот нейтрон или нейтроноподобные частицы, они могут перестраивать ядра, а кулоновского барьера для них, как мы понимаем, не существует Который вот пугает всех, и непонятно, как его преодолевать Вот это вот нейтроноподобные частицы Но есть критики, которые говорят, ну, когда нейтрон присоединяется к ядру, ядро возбуждается, оно становится другим, конечно, да Но оно возбуждается, а возбуждение снимается с помощью излучения гамма-излучения, в первую очередь, если оно не распадется Вот это излучение порядка 5-6-7 мэв, мегаэлектрон вольт, и этих мэвов мы тоже почему-то не видим Поэтому этот путь какой-то фальшивый Но что-то в этом пути есть, поэтому вот на эту тему два у нас будет вебинара Сегодняшний и вот следующий В следующем основной докладчик будет Зайцев, вот он присоединился к нам тут недавно, кстати И еще несколько, он будет забойный доклад давать, это в следующий раз будет А потом будет несколько человек критиковать, вот подход, связанный с нейтронами И как-то по-другому, может быть, это все объяснять Люди тоже очень интересные, это, например, Пархонов, это, например, Руцкоев, это, например, Шишкин и другие люди Таким образом, сегодня первый семинар на эту тему Вот какие там нейтроны у нас или что еще похоже на нейтроноподобные частицы В этом надо разобраться помощнее Я закончил, я тут говорил 5 минут Толь, пожалуйста, тебе слово Я сейчас тебе дам возможность вывесить твою демонстрацию Пожалуйста, у тебя есть право вывешивать демонстрацию Так, видно? Да, мы видим, все здорово, да Так, сейчас попробую, значит, покажешь слайдов Мы видим даже в большом формате, здорово Вот, ну, слава Богу, что технических проблем не возникло Значит, уважаемый председатель нашего семинара сегодняшнего, Валерий Николаевич, уважаемые коллеги Я вот вашему вниманию хотел бы действительно такую, мне кажется, на Валерий Николаевич прав Начать разговор о том, что будоражит каждого из нас Значит, вот, каждый понимает, что где-то мы находимся вблизи, значит, понимания, явления, которое сейчас даже непонятно, как правильно называть Ну, по последней описку моды, это, значит, в Европе HME То есть, водород металлическая энергетика, значит, называется В Америке там по-другому ее окрестили Значит, solid state energy Значит, вот, ну, не важно, как это все происходит Важно, что за ним кроется И важно, в какую сторону все-таки мы движемся с точки зрения, значит, ну, по объяснению, по крайней мере И выстраивание полуфинологической модели явления То есть, это же целая философия, значит, вот какой-то, значит, набувший комок Который начинался далеко-далеко, значит, от нас Вот я даже свое выступление решил даже потратить пять минут на то, чтобы некую прелюдию Значит, откуда ноги-то растут, так сказать, напомнить Многие знают, а многие не знают Вышла совсем недавно книжка, очень хорошая Я советую всем ее раздобыть Вот, к столетию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова Выпущена вот эта вот книжка, значит, его научные основные труды И что меня поразило, когда я открыл Ну, там каждая глава представляет интерес Я его работы, значит, знал не так хорошо Из них, понятно, что многие закрытые работы И вот одна из них закрытых работ, которых, ну, вот я только что услышал Оказывается, вообще-то первая Мы считали, что у нас там Зельдович начал заниматься холодным синтезом В начале, значит, 50-х годов Но, оказывается, это не так Все-таки вот начал заниматься и положил, так сказать, основу Вот, значит, поиску объяснения холодного синтеза Это вот Андрей Дмитриевич Сахаров Который потом привлек уже Зельдовича И они опубликовали вот даже несколько работ В этой книге приведены эти работы И что же вот важно А на самом деле, когда открывалась 26-я конференция, значит, вот в Америке По, значит, холодному синтезу Ну, вы помните, что, значит, я сейчас немножко вернусь к ней Значит, вы помните, что везде Ну, по крайней мере, с легкой руки, мне кажется, вот Поляков, значит, Черский, профессор Черский Значит, он напомнил нам А вообще-то, ребята, вы забыли, что на самом деле История начала с 20-е годы, так сказать, прошлого столетия Астрофизический фактор Гамова никто не отрицал И вот Гамов первый, значит, вот предложил использовать эффект туннелирования Подбарьерного, так сказать, проникновения, значит, вот Дейтонов, протонов Это когда? 20-й год Для того, чтобы Почему астрофизика? Ну, всем ясно, что полно маленьких звезд Белых карликов, красных там карликов Значит, ну, в них понятно, что уже все знают, что там невозможен горячий синтез И, значит, температуры недостаточно Значит, тем не менее, значит, вот они существуют Еще не погасли Значит, кто-то их поддерживает Ну и вот, по сути дела, с легкой руки, значит, Гамова Начались вот эти вот оценки Когда же, вот, возможны такие эффекты Ну, так сказать, в обход кулоновского барьера Значит, и вот ставка была сделана уже в то время На экранирование электронами протонов То есть он, вот, если бы то, что вот Валерий Николаевич все время там пытается нам темный водород Значит, концепцию сказать, ну, так Внедрить наше сознание Ну, до этого-то практически с этим никто не, так сказать, все, многие соглашаются Только что за этим кроется, за этим темным водородом Как его создать Ну, вот, оказывается, значит, вот в работах даже самого Гамова Было показано, что есть порог по концентрации электронов Это 10-23 в кубике Но это чуть-чуть на порядок больше, чем 10-22 в металлах Когда эффект экранирования играет важнейшую роль Может играть важнейшую роль И вот такой подбарьерный, значит, механизм ДД-синтеза оказывается возможным Вот, ну, здесь вот наше внимание, значит, Сахаров уделяет на то, что вот все-таки вот эта вот статья пассивной мизоны Он, речь идет о миомизонах и мионном катализе Вот он впервые, пока делает оценки и, значит, показывает, что все-таки мионный катализ Именно катализ, то есть мионы не исчезают Они, значит, продолжают после первого акта слияния ДД-ядер Или там ПД, значит, или ДТ Ну, в общем, разные эти самые В зависимости от того, с кем судьбу свою свяжет мизон Значит, миомизон отрицательный Значит, он садится, ну, так как мы знаем Впервые Сахаров уделил этому внимание, что, значит, садится он на очень близкую орбиту Комптоновского радиуса, 10-10 Вот, и на самом деле, вот, ну, у Сахарова, конечно, интуиция была сильная До него об этом опубликовал статью Что его навело, вот, на расчет уже реактора, так сказать, на, вот, на этом катализе Его навела статья, ее надо читать, статья Франка Вот, Франк впервые, вот, предложил эту идею о том, что, вот, протон соединяется с миомизоном Значит, и затем образует молекулу Значит, П, Мю, Д, ну, то есть, протон, Детон, значит, и миомизон Значит, в которой уже возможен подбарьерный, значит, синтез Ну, и важные там вещи есть, я вам обязательно советую эту статью повнимательно посмотреть Оказывается, вот, перезарядка идет очень мощная, так сказать, когда, если даже протон соединяется с мизоном А, вот, Альвардс как раз работал-то с жидким, с жидким водородом, а не Детерин Значит, вот эта перезарядка резонансная, она очень идет эффективно И, значит, она энергетически выгодна И там получается, на самом деле, вот, тоже важная цифра, которую мы не знаем Значит, это, значит, в результате этой реакции, перезарядки, значит, выделяется энергия не так уж большая, но и не так уж маленькая 135 электронвольт Запомните эту цифру, она очень важна, на самом деле Значит, и второй момент, очень важный Значит, коль скоро, там, значит, вот, мемизон, значит, при синтезе, там, при получении гелик-3, значит, Уносит основную энергию возбужденного ядра То, значит, оказывается, что, вот, значит, уносит он ее 535 мэла То есть, получается, в потоке монохроматический поток мизонов Который впервые вот такую реакцию обнаружил, оказывается, в космических лучах Еще вот здесь вот ссылка идет на Павла, там, значит, с коллегами Но это к слову Вот вторая очень важная, так сказать, книжка, о которой я считаю, что обязательно надо взять на вооружение Это академик Гальданский, уже вот он туннельные явления, значит, рассматривал в химии И вот обратите внимание, тут очень интересный есть раздел, глава 9 Туннельные реакции захвата электрона Вот я вас настоятельно отсылаю к этой книжке и посмотреть, вот, особенно вот эту 9 главу Она наводит на, так сказать, на многие мысли Вот теперь перейдем потихоньку к ICCF 24 Ведь я напомню, я-то смотрел внимательно все это дело, так сказать, шаг за шагом И самое главное, дискуссии маэстро, тех, которые, так сказать, ну, они вели в виде вопросов И, значит, в виде дискуссий, вот там было, так сказать, копья ломались Вот этот Зупера, значит, Антонио Зупера, это первый раз я с ним познакомился На этого же вот высокого класса, высокого полета, так сказать, фигура выдвигается Они раньше были в тени, до сих пор мы о нем не слышали Впервые вот здесь он прочитал очень интересный доклад, я считаю И вот тот же Форсли, тот же, значит, Хаггельстейн, значит, Черский Все же о чем говорили? Вот все вводили эффективную массу электрона Всем нужен утяжеленный, тяжелый электрон Просто электрон, ну, что, он боровский радиус с протоном создаст, так сказать, водород И ничего более, для того, чтобы было что-то интересное Нужно, чтобы был утяжеленный электрон Ну, и все вопросы сводились к тому, вот, если взять Черского Он напрямую, значит, спрашивал Ребята, ну, а все-таки, вот в металлах Какова эффективная масса электрона, когда протон туда, значит, внедряется Вот в палладий, в никель, значит, ведь получается ерунда какая-то Вот если ты берешь пары металла, там, палладия или никеля Там потенциал экранирования, если ты облучаешь пучком протонов Он небольшой, он совпадает с теоретическим значением 25 электрон вольт, и не более того А когда ты берешь уже твердое тело А что такое твердое тело? Вот сейчас перейдем Значит, там получается потенциал экранирования по 1000 электрон вольт и выше И он говорит, ну, все-таки Значит, кто-нибудь не может ответить Значит, есть какие-то теоретические, экспериментальные находки на сегодняшний день Как бы точно померить массу, значит, вот Эффективную массу электрона, когда, значит, смешенью взаимодействует протонный пучок ковных энергий Вокруг этого, так сказать, ломались копья Вот Ну, значит, я хотел бы сказать два слова Все-таки, значит, вот об этой интересной работе Еще раз напомнить Это отчет ДТРА за 16-й год Вот все-таки Дальше я просто это буду использовать Потому что, значит, ну, это вот основные признаки Леннер Которые на сегодняшний день известны Вот здесь они перечислены Значит, вот обращаю внимание, что все-таки Вот реакция происходит, уже хорошо известно В отдельных точках, даже не областях, а точках вот этой вот пластины То есть есть горячие точки, очень горячие точки Которые создают кратеры Значит, вот Б, ну, понятно, что вот трансмутация наблюдается Вот, и вот там за трансмутацией идут регистрации нейтронов И вот тут уже опять встает вопрос Которому на 24-й конференции так и не пришли Это нейтроны или нет? Третьи это рождается или нет? Гелий или это псевдогелий? Вот Сторм разложил на лопатки многих Когда делал свой обзорный доклад Значит, по поводу регистрации гелий-3 Советую вам посмотреть, повнимательнее все-таки Значит, теперь вот уже я перехожу к своему докладу Значит, это было такое небольшое эссе, введение Вот, мне кажется, важное Значит, вот Ну, у нас, собственно, так сказать Все это идет в тренде мировой науки То есть, мы вот идем своим методом В отличие от электролитических ячеек Нагрева там разных реакторов Сейчас же таких методов получения Значит, вот, Ленор Или, будем говорить аккуратнее Ну, уж точно все видят Чего надежно сейчас все меряют Это вот, значит, трансмутированные элементы Единственное, что всех нас смущает Что они стабильные получаются И, значит, состав их, значит, близок к природному Так вот, вопрос-то задавать надо А что в природе-то? Почему такой состав изотопный? А не другой? Может быть, мы выходим на механизм По сути дела, тот, который идет в природе Только просто ускоряем его Но тогда, так сказать, надо смотреть уже С другой колокольни, с другой точки зрения Ну, в общем, вот Мы идем Наше, так сказать, направление Это плазменное направление Значит, вот я Всегда Был сторонником того, что Вихревые Плазменные реакторы Это, так сказать, мой опыт И вся моя Научная деятельность Мне подсказывала, что С помощью плазмы можно Значительно ускорить Различные химические реакции И вот Есть Явление плазменного катализа Хорошо известно То есть Вот есть вещи, которые могли бы Пригодиться и вот Для того, чтобы ускорить И контролировать Ведь важно Не только зарегистрировать Вот этот леннер Вот этот холодный синтез Но и управлять Скоростью этих реакций Вот что самое важное Научиться Ну вот Трансмутацию мы тоже четко Наблюдаем И вот Значит, по сути дела Доклад будет посвящен С одной стороны Экспериментальному наблюдению Трансмутации Уже целенаправленной Трансмутации А с другой стороны Попытаться описать Этот процесс Сравнить Вот моделирование С Значит С тем, что творится В эксперименте Ну вот Моделирование Здесь Валерий Николаевич сказал Мы Проводили Еще Достаточно Давно Вот еще Работали Вместе С Годиным Сергеем У Гребенкина Олега Анатольевича Это частная компания Была Вот И Там Николай Евстигнеев С коллегами С ребятами Молодыми Они Предложили Некий Алгоритм Вот Описание Взаимодействия Значит Нейтроноподобных Объектов С мишенью Ну и Вот О нем Пойдет Собственно Речь Значит Ну Экспериментальную Установку Я много раз Показывал Это вот Некий реактор В котором Имеется Два Это вихревая Камера То есть Вихревой Генератор Он закручивает Там Как правило Рабочий газ Это значит Пары воды Коль скоро Они содержат Много водорода Ну и Мы Чтобы там Если уж Чистый водород Чтобы не рвануло Добавляем сюда Аргон Значит Вот Три-четыре Это Разрядная Камера Здесь вот Катод И Анотна У нас Имеется Вот Ну а Дальше Гребенко термопар На выходе Позволяет нам Значит Измерять Температуру Выходного Рабочего Газа И Зная Там Расход Зная Температуру Этого газа Можно Посмотреть Значит Тепловой баланс Померить Калориометрию Провести Ну и Сравнись С той Электрической Мощностью Которую мы Подводим Ну вот Здесь вы Видите Значит Особенность Работы Этого Ряда Заключалось В том Что мы Создавали Усиленный Режим Эрозии Катода Вот Ну Облако Из Эрозированных Никелевых Частиц Вы Здесь Видите Она Шапка Ярко Белая А вот Из этого Два Анода Выдувался Поток Пары И Вот Ну Поток Пара Тут же Диссировал На Гидроксил И Водород И вот Гидроксил Он Как правило Такой Бледно Такой Голубой Серенький Значит Он Тут Видно В виде Такого Шнурика И Вот Этот Вот В этом Шнурике Значит Всегда Наблюдалась Красная Серцевина Сейчас Вы Видите Там Дальше Значит Состоящая Из Водорода Она Бомбардировала Вот Поверхность Катода Ну И Собственно Происходило Вот Ну Вот На Нижнем В Нижнем Углу Значит В Катод Мы Добавляли Еще Литий Вот Почему Литий В названии Вышел Значит Литий Эрозировал Вот Вытекал Из катода В виде Такой Паров Лития И Коль Скоро Он Так Скоро Расширялся Газодинамически Сильно Охлаждался Значит Происходила Его Пластеризация Это Классический Способ Получения Наночастиц В такой В дуговой Плазме Ну А вот Навстречу Ему Четыре Вот Этот Шнулик Он Голубого Цвета Или Красного В зависимости От того Чего Больше Вы Возбудили H Альфа Или Аж Бета Значит Вот Он Так К нашему Счастью Он Так Сказ Мы Обнаружили Явление Демиксинга Пашчина Будет О нем Рассказывать Поподробнее Несколько Позднее Значит На наших Семинарах Когда Водород Отделяется От Остального Гидроксила И Он С ним Не взаимодействует Этот Шнулик Взаимодействует С литиевыми Кластерами Вот Ну Здесь Немножко В большем Масштабе И Условия Эксперимента Приведены Температура Разыгрывается Вот В этой Плани Особенно В зоне 2 Гигантская То есть Она Достигает Температуры Солнца 5-6 тысяч Градусов Значит Кельвина Вот Значит Ну вот Милс Обращал Наше внимание Что В таких Реакторах Образуется Температура Солнца Ребята Если она Не образуется Значит Вы еще далеки От Ленра Настоящего Значит Управляемого Ленра Ну а Здесь Вы видите Как Вот эти Эрозионные Частицы Это Скоростное Кино Как Они Вылетают Из Катода Вот Значит Обволакивается Значит Вот Шубой Вокруг Себя Но При этом Не сгорает То есть Частички Вот эти Вот Вот эти Мини 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 Плазмоиды Они Состоят Из Оболочки И Ядра Вот Дальше Если Вы Посмотрите На Это Модель Шаровой Молнии Которую Бычков Предлагал Никитин Ну и Я Эту Точку Зрени Поддержу Вот Она Летит Летит Долго 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 Ну Ладно Значит А Теперь Уже Вот Измерение Вот Как Раз Нейтроноподобных Частиц Что Мы Делали В нашем Эксперименте Ну В настоящее Время У нас Парк Диагностических Средств Довольно Большой Вот От Юрия Николаевича Остался Мне кран Один Бажутова Вот Сергей Годин Вот В свое Время Привозил СРПС Значит Вот Мы Делали Совместные Эксперименты Значит Ну У меня Был Одно Время В аренду Брал Итальянский Детектор На Геле 3 Значит Вот ЛС Ну Это Современный Хорошо Оснащенный Защищенный От Наводок От Всего Датчик Регистратор Нейтронов Ну И Сейчас Появился Прибор Аспект Вот Гамма И Икс Излучение Значит У Нас Значит Тоже Разные Методы В том Числе Аспект Регистрирует Значит Вот Его Но Сейчас Мы Используем Значит Вместо Икс 1 2 3 Это Популярный Регистрирует Регистратор Такой Компактный Хороший Вот Его В ладонь Может Поместиться Наша Разработка В России Вот ГДР Значит Можно Его Приобрести Значит Это Хорошая С Хорошим Разрешением Но На Мягкий Рентген То есть Где-то От 1 10 До 30 К Вот Ну Здесь Вы Видите Вот Значит Вот Это Те Эксперименты Которые Мы С Сергеем Годиным Делали Когда Стояли У нас Значит Это Потом Приносил Вот На Геле 3 Значит Здесь Много Много Стояло Этих Трубок Которые Значит С Геле 3 Которые Регистрировали Поток Нейтронов Вот Из Моего Реактора Значит Вот Здесь Стоял Кран Значит Который Вот Нейтронный Канал Использовался Ну А Здесь Много Там У него Многослойные Там И Геле 3 Есть И Значит Ослабители Там И Ксенон Там Есть Довольно Сложная Конструкция Вот Вот Этот Аспект Вот Это Сейчас У нас Мы Получили Значит У него Есть Два Канала Встроенных У него Это Рентгеновский Канал И Нейтронный Канал Значит Ну И Вот Выносные Датчики Это Вот Есть Значит Вот Реагер Альфа Бета Ну И Есть Выносной Датчик Вот Видит Очень Похожий На ЛС Значит К сожалению У нас Его нет Вот На Мягкий Рентген Мы В настоящее Время Используем Следующие Модификации Это Уже На Порядок Лучше Чем Х1 2 3 Это Вортекс Икс Значит Прибор Спектрометр Который Позволяет Спектры Смотреть Вот В диапазоне Как я Мягкого Рентгена До 30 К Значит Ну И Вот Что же Что же Самое Главное Вот На самом Деле Все Датчики Датчики Которые 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 Мы Использовали В районе Реактора Они Конечно Показывают Необычные Сигналы И Вот Все Типы Датчики Ну И На сегодняшний День Вот Так Скажем Для Меня Я Это буду Сейчас Не буду Рассказывать Буду В следующий раз Надо детально Рассказывать Вот Ну Я бы Сказал С ума Сходит Вот Гамма Канал Значит Вблизи Реактора И Значит Нейтронный Канал Он Тоже Зашкаливает Очень Ограниченные Зоны Метровых Размеров Вот Причем Это Значит Ну Мы Все Знаем Что На самом Деле Значит Все Эти Датчики И Нейтронные И Гамма Они Подвержены Конечно Так Скажем Несмотря На то Что Батарейное Питание Защита У этого Аспекта Повышенного Они Все равно Подвержены Действию Электромагнитных Наводок Ко всему Надо Относиться Очень Очень Осторожно Вот И Сейчас У меня Нет Сомнения Что Мы Видим Какие-то Гигантские Потоки Нейтроноподобных Частиц Которые Когда Реактор Работает Они По сути Дела В общем Выбивают Тревога Гудит Страшной Силой Значит Вот И Но То Что это Не Наводки Это Я уже Полностью Убежден Значит Расскажу Об этом Подробнее Так В следующем Моем Выступлении И Вот Это К сожалению Зона Непонятная Она Имеет Резкую Границу Буквально 10 сантиметров Вот 10 сантиметров Выходишь И там Все Обычный Фон Ничего Больше Значит Так Резкая Электромагнитная Наводка Не Может Спадать Ну Вы Сами Понимаете Она Спадает Единицы На Квадрат В лучшем Случае Ну Это Вот Как Мы Располагали Эти Датчики По отношению К плазменной Струе Ну И Вот То Что Обнаружено Смотрите Вот Включаешь Реактор Когда Идет Аргон Ни Одного Нитрона Вы Не Видите Значит Как Подаете Пар Начинает Появляться Значит Вот Сигнал От Датчика Гели-3 И Потом Она Обрывается То же Самое Приблизительно Показывает И Кран-1 Значит Аргон Идет Плазма Горит Значит Вот Ничего Нет Пар Подаете Сразу Вот Вы Видите Пульсирующие Нессонарные Процессы Что Важно Что Уже Первое Что Отличает От Наводок Что Все Вольтамперные Характеристики Мы Записываем И Все Они На Одном Уровне Там Уж Если Есть 4 Киловольта Оно Плюс Минус 100 Вольт А здесь Вот Такие прыжки Гигантские По Измерению Ну Ну Чего Это Это Что Нейтроны Значит Или Нейтроны Мы Опубликовали Что На самом деле Нейтронный Потоп Начинается Не Всегда А Вот Вы Допустим На Разрядном Промежутке Увеличиваете Напряжение Значит Тысяча Вольт Две Тысячи Ничего Нет Три Тысячи Нет Вот Начиная С Трех С Половины Приблизительно Вот Отсюда Красная Здесь Черточка Здесь Выделена Выше Начинается Уверенная Так Сказать Вот Регистрация Вот Того Что Мы Называем Нейтроноподобным Объектом Причем Это Значение Очень близко Квантум Потенциал 3.8 Может Это Случайно Может Быть Не Случайно Значит Когда Значит Вот У вас Ну это Вот Фенненский Потенциал 3.73 Кэва Электрон Да Кэва Значит Ну это Вот Основные Данные Которые Мы Получили Вот Используя Вот LC SRPS1 Значит Ну вот Важно Что Значит Вот Важно Что Вот Все Таки Когда Выключаешь Источник На протяжении 30 секунд Когда Уже Вообще Наводок Нет Значит Вот Этот Ну Условно Нейтронный Фон Он Так Скать Медленно Спадает До Ну Вот То Что Было Обнаружено Теперь Вот По Гамма Ну Гамма Здесь Наводок Вообще Никаких Нет Вот Вот Сейчас У нас Мы В этом Убеждались Это Просто Сделать Просто Закрыть Там Допустим Какой-то Куском Металла Значит Тут Самое Входное Это Самое Ну Фильтром Короче Закрыть Если Значит Вот Х1 2 3 Вертекс Последняя Версия Значит Что мы Видим Отодвигая Вот этот Датчик От сопла Вот Представьте Синенький Это Выход Реактора Из него Вытекает Газоплазменная Струя То есть Перегретый Пар Значит Аргон Ну И Вот Пыль Эрозия От металла Вот Что мы Видим Вот По Мере Отодвигания Вот Виден Вот Пик Который Вроде Мы Ассоциировали При Расшифровке Значит С Тем Что Возбуждается Значит Вот К Линия Азота Потом Вот Мы Видим Уже С Некоторым Так Сказать Продвижением Значит Вот Линию Значит Очень Похоже На Линию Значит К Линию Кислорода Вот Если Дальше Двигать Видно Что Этот Вот Кислород Пик Он Как бы Расщепляется Получается Дуплет И Дальше Вот Из этого Дуплета Остается Только Пик 068 Который Близок К Линии Второй То 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 Так 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 Результаты Были Получены Значит Ну А Когда Вот Мы Брали На Анализ Уже С Помощи ЭДС Анализа Смотрели Значит Как Выглядит Что Нарабатывается На поверхности Катода Через 20 секунд Вы видите На никелевом катоде Никель Хорошо Видим Тут Присутствует Уже Алюминий 4% Силикон И Вот Этот самый Марганец Значит Вот Но Чем больше Мы Так сказать Экспонируем Этот электрод Тем более Заметны Вот эти вот Пики Уже там Не 4% 40 Может достигать Чужеродные Элементы Ну Здесь Вы уже Видите И марганец И феррон И И те же Вот Алюминий Силици Присутствует Вот Ну А Если Собрать Водяной Затвор Значит Вот Порошок Ну То бишь Вот Вылетают Эти Нано Кластеры Они Значит В воде Коагулируются И В общем Создается Осадок Значит Если Вот этот Вот Поток Газопаровой Пустить Через Водяной Затвор То можно Значит Потом Выпарить Его Получить Порошок Причем Этого Порошка Получается Довольно Много На Сегодняшний День Это Уже Исчисляется Вот Ну Мы Так Вот За Девять Минут Значит Выпарываем Это Уже Там Почти Граммы Там Значит Работа Реактора Граммы Вещества То есть Вот По Нашим Оценкам Значит Вот Наработка Вещества Вот Это Оно Происходит Где-то 10 Миллиграмм В секунду На Сегодняшний День Вот При этом Расход Никелевого Электрода Он Не превышает Одного Миллиграмма В секунду То есть Ну Отсюда Понятно Что Значит Элементы Все-таки По-видимому Значит Для Образования Вот Этого Порошка Новых Элементов Требуется Так Вот Как-то Модификация Самой Воды Протекающей Через Реактор Ну Речь идет О Новом Типе Реактора Когда Мы Называем Водяной Реактор Когда Разряд Происходит В воде Это Очень Похоже На Энергонива Но Только Продвинутые Версы Вот Значит Так Что Вот На Сегодняшний День Это Самая Рекордная Цифра Которую Я вам Сказал Вот Раньше Было Существенно Все Хуже Ну На Оптических Спектрах Тоже Трансплантация Очень хорошо Видна Вот Значит В спектрах Четко Появляются Линии Цинка Вот Если мы Используем Значит Это Самое Как Никелевые Электроды Значит Вот У нас Вы видите Значит Появляется Помимо Там В реакторах В парах Воды Довольно Много Возбужденного И Значит Просто Линии Цинка И Значит Цинк 2 То есть Кальций 2 Значит Вот Довольно Много Вот Возбужденного Это Возбужденный Ион Цинка Цинк 2 Значит Ну Вот Оптический Спектр По сути Дело Не Противоречит А только Подтверждает И ДС Спектры И Значит Рентгеновские Спектры Вот В последнее Время Значит Ну Мы Движемся Вперед Не стоим На месте Сейчас Значит Пошло С легкой Руки Слободана Станкович Что ли Станкович Фамилия Значит Вот Это Значит Это Плазма H OH Водород Гидроксильная Плазма Значит Вот Она У нас Легко Создается Если Если Использовать Значит Вот Мы Сейчас Значит Делаем Разряд В органике То есть Ну Берем Допустим Полиэтилен Цаждого И вот Значит По сути Дело Разряд Между электродами Через Узкий капилляр Позволяет Значит Получать Вот Это Значит Реформинг Трансмутацию В углеводородах То есть В угольной Мишени Когда Углерод Получается Вот Слободан Четко Сказал Ищите Там Алюминий Это первое А второе Там где появляется Алюминий Ищите И железо Это второе То есть Вот Это вот Нас всегда Смущало Это слово Алюминий Потому что Мы Линии алюминия В спектрах Всегда Видели Об этом Эксперименте Я надеюсь Анатолий Пощина Расскажет В ближайшее Самое Время Я не буду Останавливаться Я только Должен Сказать Что Действительно Было Получено Самый большой Пик Это алюминиевый Начальный Вот Так сказать В углеводороде В полизелении Кроме углерода И кислорода Ничего не было А вот В этой Пыли В этой Вот Вот Это По сути Дело Сажи Значит Вот Мы нашли Огромное количество Алюминия Причем В самом Никелевом Электроде Значит Он чистый Ничего Кроме Никеля И там Небольшой Оксидной Пленки Ничего Не Вот Поэтому Вот Значит Ну Это Значит То Что На сегодняшний День Значит А почему Там Значит Да Два Слова Почему Там Алюминия Ну Понятно Что Значит Это Значит Предполагается Что там Идет Вот Два Атома Значит Углерода И плюс Водород Дает Ровно Как раз Алюминий И Вот Действительно С углеродными Мишенями Если там Значит Присутствует Взаимодействие Водорода С ними Ну Всегда Наблюдается Наблюдается Линии Алюминия Но Такие Нехорошие Линии Они Не самые Яркие Я уже Говорил Об этом Не самые Резонансные Вот И Но тем Не менее Значит Даже Слепки Этого Алюминия В Макроскопическом Виде Наблюдается На Мишени Вот И Трансмутация Идет Особым Предсказуемым Образом Который Вот Карпентерий Впервые Значит Предложил Для объяснения Образование Алюминия В Карелой Земле И Железо Через А железо Тоже Понятно Два Два Атома Алюминия Значит С водородом Дают Там Значит 56 Железо Вот Теперь Самое Главное Что Сделал Евстигнеев Значит Но Я должен Извиниться За то Что Буду Излагать Чужой Материал Хотя Он Изложен У нас Значит Женегородская Конференция Это Года Два Назад Можете Почитать Там Поподробнее Значит Оля Вместе Со мной Евстигнеев Дел Доклад Ну Вот Цель Работает По сути Дело Продемонстрировать В Нулевом Приближении Что Мы Хотели Ладно Бог С ним Так же Как Сахар Значит Он Говорит Ну На Что Похож Этот Мезоатом Он Природ Текстом Говорит Он Должен Быть Похож На Обычный Нейтрон По физическим Свойствам Поэтому Вот Он Просил Экспериментаторов Поизучать Свойства Вот Этого Мезоатома Значит Которым Электрон Заменен На Мезон На Тяжелый По сути Дело Электрон Ну В кавычках Конечно Значит Вот И Радиус Маленький Нейтральный Объект Вот Поэтому В первом Приближении Ну что Решили Тем более Что Видимо Ларсон Опубликовал Свою работу Это был Писк моды Когда Значит Модель Ультрахолодных Нейтронов Я бы сказал Нейтроноподобных Частиц Значит Он уже Завладел Умами Ну и вот По сути дела Сейчас Ларсон Я не знаю Где он Он находится В Японии Вот Японские флаги Развиваются Это вот Хороший отчет Тоже Надо Посмотреть Пожалуйста Значит О чем Он говорит Что На самом деле Есть два момента Сейчас он Продвинулся В сторону Значит О чем Они говорили Что Если у тебя Появится Значит Утяжеленный Утяжеленный Электрон Он соединяется С протоном Это вот И Есть путь Получения Значит Нейтрона Ну Вот Что там Со слабыми Взаимодействиями Ну они просто На нем Крест поставили Значит Не сильно Вдаваясь Подробности Говорит Если будет Много энергии Это будет И В общем Это их Гипотеза Что Значит Вот Тем не менее Вот они Вот эту Схему Торисуют Что Должен быть Виртуальный Веб-озон Должен быть Нейтрин Излучаются И Вот И тем не менее Схема Образования Нейтрона Значит Диаграмма Она здесь Нарисована Вот Ну Я это все Знал А откуда Ноги-то растут Вот это Вы не знаете И я не знал Об этом А ноги Растут А у них Значит Они ссылаются На экспериментальный Результат Экспериментальный Как получали Гидриды Палладия И никеля И титана По-моему Там в этой статье Описано Значит В присутствии Не твердыми Мишен Не твердого Образца Вот Так сказать Который С которым Замодействовал Водород А Нанопорошка И вот Оказалось При просвечении Потоком Нейтроном Когда Они обнаружили Что вот Когда Протон Соединяется С наночастицей Значит Вот Ну по сути дела Образуя Значит Уже Внутри нее Гидриды Металлов Титана Никеля То Значит Вот Тем не менее Вот Значит Первый этап Значит Первый этап Заключается В том Что Протон Подлетает К наночастице Садится На ее поверхность Реакция происходит На поверхности И Начинает Взаимодействовать С плазмонным Облаком Коллективизированных Электронных Проводительности А они В наночастицах Как раз На поверхности Находятся И Чего же Обнаружил Этот эксперимент Вот Температура Допустим Заодно Там Тысяча градусов 300 градусов Я не помню Я не читал Эту статью Но Посчитать Колебания Вот В этой Дебаевской Так сказать Вот эти вот Дебаевские Колебания Значит Протонов В такой сложной Системе Значит Ну Вот Это Оказывается Сейчас Вполне возможно Оценки Там Значит Получается Адекватные Но Когда Посмотрели Как колеблется Протон У него Амплитуда Оказалась Выше Теоретическая В тысячу раз То есть Это показали Потоки Нейтронов Которые Значит Облучали Вот эту Мишень Наночастичку И следили За Колебаниями Протона Вот Эта вот Статья Я знаю Что там Написано Но я не знаю Как все это Делалось И как Ее достать Потому что Похоже на то Что это Некий Отчет Который Вот Их Стимулировал К их Работе Значит И это Послужило Поводом Того Что Плазмонные Колебания Могут Раскачиваться Подлетающими Протонным Облаком До больших Значений Значит Тех Значений Вот Электрические Поля В плазмонных Там Вот Они Приводят Цифру 10 в 11 Вольт На метр Это Гигантское То есть Там Происходит Опрокидывание Этой Плазмонной Волны Значит То есть Она Уже Нелинейная Нелинейный Эффект Очень Сильный И Тогда Вот Эффективная Масса Действительно В этом Поле Этот Разогнанный Электрон Уже Становится Слабореллективистским У него Уже Масса Отличная От нуля Там И Один Шаг Для Для Того Чтобы Получить Вот Так Сказ Квази Частицу Значит Вот В виде Так Сказ Значит На Основе Электрона Значит На Основе Взаимодействия Коллективного Взаимодействия Со Всем Ансамблем Значит Электронных Проводимости Чтобы Вот Такая Реакция Пошла Вот Ну И Второй Момент Очень Важный Обратите Внимание Вот На Сегодняшний День Я Я Как-то Делал Доклад Но Ведь Мы Не Специалисты В Нано Вот В Нанофизике В Нано Частично Физике Значит А Здесь Как ни Странно Значит Творятся Чудеса Да и Только То есть Там Значит Вот Идет Переизлучение Падающих Электромагнитных Волн Допустим Если вы Сделали На поверхности Значит Вот Распылили Так сказать Разместили В нужных Местах Наночастицы Ну вот Допустим Металлические Наночастицы На какой-то Подложке Диэлектрической Так вот Такие вот Антенны Значит С Наночастицами Они Способны Значит Вот По сути дела Рассеивать Падающую Электромагнитную Волну Но Рассеивают Они Хитро Потому что Вот это Получается Некая Значит Решетка Из Излучателей И Вот Возможно Андерсовская Значит Конденсация Когда Эффект Интерференции В отдельных Точках Вблизи Поверности Может достигать Гигантских Значений То есть Ну представьте себе Коэффициент Усиление Может достигать От 10.9 До 10.15 Степени Раз То есть Практически На этом Принципе Сейчас Делается Значит Спектрографы Сверх Высокого Решения Значит Когда Они Регистрируют Излучение Отдельной Молекулы Отдельного Атома То есть Я видел Как работают Такие Машины Это Не фантастика Это действительно Существующие Значит Вот Машины И что же Они И что же Вот Они Утверждают На сегодняшний день Ларсон Видимо Может быть Умер Я не знаю Что-то он уже Не фигурирует Он говорит Что на самом деле Вот такие Действительно Горячие точки Которые Видны В реакциях Ленера Они Это и есть Следствие Вот Этой Фокусировки Спонтанной Но не спонтанной А она Называется Называется Как-то По-другому Получил Название Значит Фокусировки Андерсена Значит В определенных Точках Пространства Есть Вот Максимум Достигают Гигантской Величины И тогда Ну вот В разгон Идут Вот эти Плазмонные Колебания И тогда Вот Коллективные Взаимодействия С протоном Якобы Так сказать Ну вот Все работает На одном Мельнице Ну и они Предсказывают Вот там Вот какие Там В своей работе Значит Вещества Наиболее Подходящие Для взаимодействия С водородом Для того Чтобы Образовывать Вот Ленор Эрекции Обратите внимание Тут есть Знакомые Никель Палладин Но есть Вот там Титан Тоже Можно Сказать Сюда Можно Отнести Но есть Те В которых Я И Не Знав И Сомневался Углерод Цирконий Калев К примеру Вот Значит Что Дел Сделали Мои Коллеги Во главе С Николаем Ивстегнеем Они Во-первых Собрали Затратили Огромное Количество Времени Для того Чтобы Собрать Данные Из Бас Могаты И Нисто Посечением Реакций Ультрахолодных И холодных Нейтронов С Некой Мишень Причем Мишень Они Так Задавали Ну Не в виде Наночастицы Но Некой В виде Больше Напоминающей Нано-пленку То есть Это Некая Структура С Некой Порядочная Кристаллическая Структура То есть Некий Порядок Вводили В расчет Вот И В программу Вводили Данные О распадах И сечениях Значит Вводили Начальные Элементы Ну Вот В качестве Начальных Элементов Просматривались То Что я буду Показывать В основном Это С Кислорода Начиналось Потому что В воде Много Кислорода Ну И его Дорог Есть Вот А А Значит Это Дальше Вот Я просил Чтобы Литий Значит Тоже Посмотрели Как он Будет Эволюционировать Вот Время Эксперимента Значит Они Брали То Которое Вот У нас Было От Несколько Десятков Секунд До Несколько Минут Вот И Поток Этот Вот Они Задавали Вручную То У них Конечно Фантастический Высокий Поток То есть Он Не Выдерживает Никакой Критики Но Тем Не Менее Значит Вопрос В нулевом В самом Нулевом Приближении Заключался Может Дать Вот Такая Схема С учетом Альфа Распада Бета Минус Распада Бета Плюс Распада Захвата Нейтронов Вот Все реакции Здесь Написаны Как-то Вот Проследить Эволюцию Которая Наблюдается В рентгеновских В оптических Спектрах Ну и Уже В финальных Продуктах Реакция В общем Схема оказалась Очень тяжелая Тут Вы Видите Вот Только Одну Цепочку Которая Значит Превращение Устойчивых И неустойчивых Элементов Которые Значит Кобальт Значит По сути дела Через никель Превращается В Купром Ну вот Таких цепочек Там Было Распараллеленных И Собранных Вместе Было Достаточно Много Вот Ну а Результаты Здесь Представлены То есть Вот Ну Вот Энергия Этих Самых Здесь Вот Вы Видите 10 Минус Пятый Электрон Вольт Ну Очень Низкие Энергии Так Сказать Вот Эти Нейтроны Брались Ну а Поток Очень Высокий 10 Двадцатый Нейтронов На квадратный Сантиметр За секунду И вот Значит По сути Дело Вот Здесь Ошибочка На первом Слоде Значит Здесь Азон То есть Вот По Мишени Из Кислорода Значит Вот Ударился Поток Вот Таких Холодных Нейтронов Ну и Вы видите Как происходит На кислороде Трансмутация Сначала В азот Потом Появляются Все более Так Массивные Частицы Но На что Я обращаю Ваше Внимание Азот Пока На первом Месте Вот Здесь Врывается В лидеры Сейчас Посмотрим Эволюцию Алюминий Который Мы Уже Хорошо Знаем И Хорошо За ним Наблюдаем Значит Вот Смотрите Алюминий Рядом С силициум Но его Перегнал С силициум Алюминий Уже Отстает От силициум Значит Это Через 9 секунд Счет На 9 секунде Эксперимента Я бы сказал Если бы сравнивать С экспериментом А дальше Значит У него Значит На 9 секунде Обсчет Обрывался Значит И дальше Они смотрели После действия То есть Реакции продолжали Все равно Потому что Полно Значит Активированных частиц Вот Ну и Вот Вы видите Что через 2800 секунд Здесь появляются Уже На первом месте Новые Появляются Так сказать Ну Победители Рекордсмены Значит Кальций Выходит на первое место Потом За ним идет Там Сера Магний Вот Ну тут я немножко Вот Еще раз повторяюсь Но Еще раз Вот Здесь написано Энергия электронов Поток электронов Значит И Время Время Эксперимента И время Значит Распор Так сказать Уже без Без плазмы Это Без 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 нейтронов Этого образца Ну и вот То же самое Но только Вот Здесь Там Одна секунда Семь секунд Это Я сначала Не нашел Тех Слайды У меня были Ну и вот В конечном счете Вы видите Сравнение с экспериментом Вот Значит Когда Мы Значит Вот Посмотрели Что у нас Получается На Электродах Наших Электродах Ну вот Были Рекордсмены И были Так сказать Элементы Которые Примеси Которые Так сказать Они наблюдались Но Их было мало Значит Вот Ну вот Видно Что там Значит Один из Так сказать Элементов Которые Значит В элементе В эксперименте Родился Кислород Магний Силицин Ванадий Но больше всего Значит Наплодилось Это на одном графике В одном масштабе Не 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 Уложится На самом деле Больше всего Наплодилось Вот этих Нижних Электродов Это Натрий Алюминий Кальций Магний Трон На Никелевых Электродах А вот Что Дает Расчет Ну вот Силициум Он схватил Вот он Вы видите Значит Вот Ванадий Он схватил Но тут Появляется Калий Который Мы Он у нас Очень Коротко Жил Калий Он у нас Буквально Там Значит Калий Переходил Мы видели Его Калий Фактически В спектрах Он присутствует Калий Или кальций Калий Значит И вот Значит Цинк Который Мы Видели Только В порошке Там Дальше Я Сейчас Покажу Вот А Значит Но Этих Элементов Все равно Вот Это Малая Доля Элементов Шкала Смотрите Здесь Два С половиной Здесь Двадцать Пять Шесть А здесь У них За то Что Наплодилось Вот Ну вот Фтор Значит Натрий Есть И у нас Есть Натрий Но у них Фтор Значит Магний Значит Кальций Есть Вот Где Кальций Присутствует Вот Ну и Хром Вот То есть Вот Внизу Это Самые Главные Элементы Это Уже Второстепенный Элемент Ну в общем Я бы Я бы Сказал Я не могу Чего Значит 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 Ну в общем Что было Показано Что Качественное Согласие Моделирование Значит В общем Подтверждает Факт Возможной Трансмутации С помощью Потока Ну Холодных Нейтронов Которые Мы считаем В нулевом Приближении Моделировать Согласно Даже Утверждению Сахарова Ладно Я Дилетент Но Сахаров Говорит Что Это Нейтрон Подобные Частицы Типа Гидрина Допустим Или Еще Что Такое Трансмутация Полученных Элементов Продолжается И после Окончания Облучения Образла В течение Длительного Времени Это Показает Расчет И потом Было Подтверждено В эксперименте Да Действительно Так Оно И есть Если Делаешь Анализ Полученных Порошков Этих Самых Электродов Через Месяц Два Все Может Выглядеть Совсем По-другому Получено Удовлетворительное Согласие Между Расчетом И проделанным Экспериментом Вот Значит Здесь Я хотел Остановиться Значит Вот Единственное Сделать Небольшой Вывод Заключение Хотелось Быть Все Таки Значит Ну Понятно Что Вот эта Моделька Она простенькая Моделька Не то что Нулевая Это Никакое Приложение Хотя База данных Которая Использовалась Она мне кажется Очень хорошая И надежная Ей Надо Если будет Желание Я готов Эту базу Данных Распространить Переслать Вот Она полезная Для Дальнейшей Работы Значит Понятно Что Вот Это Только Идея О том Что В каких-то Отношениях Нейтроноподобные Частицы Может Частицы Поток Которая Рождается У нас В экспериментах А я подчеркиваю Вот В эту зону Метровую Значит Вот этот Нейтронный Датчик Который Вот мы Аспект Вносили Значит Ну он Зашкаривает Там Так Ну Если верить Ему Там Значит Вот В узком Этому Угля Зрения По 9000 Частиц За секунду Пролетало Вот там Ну Телесный угол Там небольшой Несколько Сантиметров На метре Это Ну 9000 Отсчетов Чего-то Непонятно Чего Значит То, что это Вот все-таки Не нейтроны Мы В своей работе Показывали Значит Что Все-таки Если посмотреть На осциллографе Характерные Типы Сигналов Которые при этом Получаются Видно Что Значит Настоящие Нейтроны И вот Нейтроноподобные Частицы Дают Разные Отклики Нейтронного Датчика На эти Сигналы В этом Плане Мы Конечно Являемся Заложниками Диагностической Аппаратуры И конечно Нужно По большому Счету Изучать Как ведет Себе Тот или Иной Датчик Вот В условиях Реального Эксперимента Или Калибровочного Эксперимента Как Подготовительного Эксперимента Как он реагирует Значит На Те же Гамма Электромагнитные Так сказать Сверхкороткие Импульсы Вот Значит Вот Как Значит Вот На что Может Реагировать Те же Самые Вот Нейтронные Датчики Или Гамма Датчики Вот Присутствие Вот Этих Элементов Или Вот Этих Вот Значит Ну Атмосферы Которая Остается После Ведь Когда Реактор Выключаешь Вот Эта Атмосфера Она Сутками Стоит Об этом Зателепин Говорил И фон Меняется Значит Вот И Многое Другое Не только Фон Значит Так Вот Все Так Реакция Этих Детекторов Вот В условиях Наших Экспериментов Это Значит По сути дела Вычисление Или там Будем говорить Я называю это Ставить кресты Значит Когда Один фактор Убираешь Второй фактор Убираешь Не все же Можно Убрать То есть Ну Допустим Электромагнитные Поля Мы еще Как Можем Менее Электрические Поля Можем Убирать Магнитные Импульсные Поля Уже Убираются Значит Всякие Там Вот Значит Вот Все Все эти Комплексные Воздействия Когда В реакторе Там И Ультразвук Наблюдается И Вот Значит Газодинамика Довольно Сильно Замешивается В общем На каждый чех Приходится Сомневаться Что датчик Может реагировать Каким-то Специфическим Своим Способом Поэтому Вот Верить Так Что Вот Я возьму Датчики Оно Уже Сразу Нам Померяет Поток Нейтронов Мы На этом Уже Обожглись Я С самого Начала Говорил Значит Вот Коллеги За рубежом У них Средства Были Побольше Тот же Сторм Тот же Карпентери Значит Они 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 Видели Что Они 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 Особенно Маспетроскописты Которые Александр Вот Сейчас В Канаде Работает Но Он Видит Что Там Можно Одно Принять За Другое Тот же Эффект Уширенко Но Если Проникнут Эти Частицы На Частицы Детектор Заряженные Возбужденные На Частицы Как Будет Реагировать На Детектор Ну Это Каждый Чок Надо Проверять Поэтому У Всех Закладывается Подозрение Что Мы Находимся В Плену Что Все Что Мы Меряем Начиная От Гамма Кончая Гелик Три Гелик Четыре Продуктами Реакции А Как Бы Это Трактовка Может Быть И Другая Альтернативная Может Мы Все Таки Одно Выдаем За Другое В Этом Плане Значит Конечно Предстоит Большая Работа Подготовительная Для Того Чтобы Ответить На Все Эти Вопросы Стали возникать Вопросы Я хочу Еще раз Попросить Всегда об этом Прошу Пожалуйста Вопрос Сейчас Стадия вопросов Не выступлений Не критики А просто вопрос Задаем вопрос И Слушаем Какой-то Ответ Нашего Докладчика Сергей Цветков Пожалуйста Ваш Вопрос Сергей Алло Слышно Меня Да Хорошо Слышно Вопрос Первый Анатолий Вы В своих Датчиках СРПС Крант И прочее Проводили Калибровку По Действительно Источникам Нидронов Кое-что Проводили Кое-что Измеряли И вот Дима Баранов Значит С помощью Калибратора Смотрели Как там Значит Реагирует На нейтроны Какого Калибратора Можете Отчинить Вот это Я уже Не помню Значит Вот то Что у меня Сейчас Там Это вот На основе Плутония Значит Берилли Как-то Какая-то Смесь Это вот В описании Этого Самого Датчика Там Описывается Калибратор Который Они Передают К этому Прибору Вы Рассчитывали По этим Данам Чувствительность Своих Этим Этронам Ну Там Есть Процесс Калибровки То есть Вот он Сам Отстраивается На Значение Фона То есть По инструкции Делать И вроде Ничего Другого Не делали Как Выполняли Инструкции Анатолий Анатолий Это вы Про какой Датчик Говорите Конкретно Можно Аспект Аспект Да Ну Как бы Надо Такие Вещи Представлять Когда вы Говорите О приборах Которыми Мерите И что Именно Мерите Значит Вот Покажите Картинку Где У вас Там СРПС Прибор Еще Что-то Такое Еще Раз Можете Ну Вот Этот Кстати Говоря Калибратор Вот Он Сейчас В Этой Таблетке В красной Да Я 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 Подождите Проскочили Вот Вот Здесь Вопрос Такой Вот На СРПС Снято Снят Замедлитель Вы Действительно Будете Показывать Вот Эту Картинку Кому Невать Кто Понимает Измерение Нейтрона С помощью Этого Датчика Я Вам Советую Больше Не Показывать Эту Картинку Сереж Сереж Значит Делали И Замедлителями И Без Замедлителя Вот Значит Но Здесь Присутствовал Как раз Вот Игодин Он Может Сказать Что Там Делалось А Значит Я Вижу Что Тут Делается Этот Этот Прибор Он Так Не Работает Вот Ну На самом Деле Сереж Ответ На Твой Вопрос Вот Все Таки Наверное Вот Если Ты На Правую Картинку Посмотришь Вот Там Шарики Имеются Штатные Замедлители Ну И Вот Конкретный Вопрос Вот На На Шарики Вы Делали Вот С помощью Хотя бы Плутония Альфа-бериллевого Источника Калибровку Смотрите Как он Реагирует Нет Ну Это Понимаете Эти данные Они Нигде Не могут Трактоваться Анализироваться Потому Что Они Недействительны То есть Вы Что-то Меряете А потом Говорите Ну Да Это Не Нитроны Это Нитроноподобные Значит Сереж Вот На Калибраторах Вот Которые Штатные Представлены Были Это Самое Мы Смотрели Вот Типа Плутония Для Аспекта Вы Смотрели А для Этих Вот Приборов Мы Смотрели Сергей Вы Вопрос Задали Он Ответил Так Как Они Делали А Замечания Изображений Ваши Очень Важные Ну Давайте Мы Чуть Дальше Следующий Вопрос Второй Вопрос Следующий Вопрос Вот Я Там Заметил Написано Ультра Ультра Лов Момент Нейтрон По Английски Вы Переводите Как Ультра Холодный Нейтрон Да Ультра Лов Энерджин Нейтрон Да Ну Не Нейтрон Ультра Нейтрон Ультра Низкой Энергии Вот А там А там Дальше У вас Идет Что Вы Рассматривали Нейтроны 10 Минус 5 Электрон Вольт Я правильно понимаю Да Ну и что Нет Ну 10 Минус 5 Электрон Вольт Это Извините Температура 0 1 Кельвина Это Что За Такие Условия Которые Можно Хоть Достичь Как Это Вот Мне Вот Это Непонятно Значит Значит Ну Ты Вот Эту Цифру Умеешь Ввиду Ну Да 1 На 10 Минус 5 Электрон Вольт Это Не Ну Вот В данном Расчете Значит Использовалась Вот такая Цифра На самом деле Значит Расчет Проводился Вот Е Менялось От 1 До 10 Минус 5 Электрон Вольт Вот Чем ниже Тем лучше Все Расчеты Проходили Транспорт 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 Проходили И Последний Вопрос Когда Вы Измеряете Вот Эти Элементы Транспорт Ционные Вы Там Учитываете Наличие Окислов Металлов Ну Как же Или Каких-то Этих Самых Которые Потом В потоке При Взаимодействии С водородом Могут Хорошо Восстанавливаться И В результате Этого Получаются Дополнительные Ну Какие Кроме Оксидной Пленки Тут Ничего Нет Ты Видишь Никелевый Электрод Вот У него Значит Нет Я Я Этого Не Вижу Потому Что Вы А вот Смотри Сбоку У него Вот этот Печок Это И есть Кислород Оксидная Пленка Больше Углерод Это Просто У него Подложка На которую Он кладет Никелевый Электрод Углерод Все Расскажите Тогда Какая Будет Там Никель 2 3 Например Где Этот Будет Печок Находиться Есть Такие Если Программа Позволяет Сказать В каком Состоянии Находится Никелевая Пленка Если Надо Я Тебе Пришли То Вы Вот Это Учитываете Конечно Учитывается А как Не Учитывается Нет Это По Отношению К Никелю Сейчас Гори Я говорю Про Другие Элементы Магния Тальций Алюминий Тот же Самый Я тебе говорю В никелевом Электроде Даже Примеси Не Видно Никаких Чтобы Там Он Показал Нам Наличие Следов Магния Силицина И И Тот Видно Подождите Я Не Говорю Что Наличие Следов Магния Вы Должны Увидеть Я Говорю Что Если Есть Окисел То Он Может Один Деонизироваться И Выдавать Себя За Какое То Совсем Другой Элемент Еще Раз Еще Раз Когда Ты Проводишь ЭДС Анализ Насколько Я Понимаю Ты Возбуждаешь Электронным Пучком Внутренние Уровни Значит Никеля В каком Бы Состоянии Он Не Находился С Кислородом Без Кислорода Ты Все Равно Видишь Значит Этот Магний Силициум Серег С Помощью Этого Способа Химические Эти Самые Окислы Нельзя Определять Я Понимаю Правильно Нет Почему Можешь Ты Ты Можешь Определить Концентрацию В поверхностном Слове Кислорода И В поверхностном Слове Допустим Магния О котором Ты Говоришь И Тогда Вот В процентах Ты Прямо Определяешь И Тогда Подбираешь Это Машина На автомате Выдаёт Тебе Возможную Структурную Формулу Вот Так сказать Соединения Не Ну вот Здесь Надо Поконкретнее Поточнее Сделать Чтобы Было Вот Для меня Непонятно Непонятно Эти Окислы Элементы Еще раз Я тебе говорю Твоя идея Никуда Не годится Потому что Есть Окислы Нет Этих Окислов Все равно Вот Рентгеновский Анализ Показывает Наличие Элементного Состава А не Химического Соединения Ну Значит Эти Мои Замечания Должны Относиться К Маспектрометрическому Анализу Вот Там Важнее Там Ты правильно Говоришь Все У меня Больше Нет Вопрос Спасибо Сергей Черепанов Пожалуйста Вопрос Не Соображение Не Рассуждение А вопрос Черепанов Меня Слышно Слышно Да Ну У меня Короткий Собственно Вопрос Я Вот Не понял Уточните Для меня Вот Эти Нейтроны Которые Ультрахолодные Вот Последний Там Слайд Особенно Вот Поток Нейтронов Да Это Какие Нейтроны Источник Этих Нейтронов Откуда И Что Вы понимали Под потоком Вот Как Вы Поняли Это Эксперимент Просто Все Нет Ну Еще раз Значит Еще раз Значит Вот Ну Все-таки Стимулировало Понятно Вот Это Вот Работа Ларсена Значит Он Говорит Что Там Где Есть У тебя Водород Протоны То Возможно Образование Вот Такого Комплекса Значит О котором Все Мечтает Там Кащенко Когда Протон Может Образовывать Вот Ну Нейтроноподобный Объект Вот Они Рисуют Вот Эту Схему Реакции Значит Но Вот Она Годится Казалось Бы Это Распад Нейтрона Он Известен Это И есть Схема Распада Нейтрона Но Нет Они Тут Говорят А Нет Вот Твердое Тело Хорошо Тем Что Там Электронов Как таковых Нет Они Все Находятся В коллективизированном Состоянии И там Есть Квазичастицы Их Много Различных Там Значит Плазмоны Магноны Экситоны Френеля Ванье И так Далее То есть Электрон Ну Всем Хорошо Из-за Школы Известно Что Там Переход Это Какова Массовая Дырки Казалось Бы Пустота Толь Ну Вопрос Не об этом Вопрос Черепанова Это Искусственно Заданный Внешне Неизвестно Откуда Взявшийся Поток Ультрахолодных Нейтронов Точка Все Нет Подожди Еще раз Еще раз Все таки Известно Откуда Это же Гипотеза Можно сказать Что сверху А можно сказать Что не Снизу Значит Вот Мы же По подходам К чему Что На самом Деле Основная Физика Это В том Что Вот Если Протон Особенно В твердое Тело Внедряется А уж Кластер Вообще Непонятно Как там Рассуждать Каких Квазочастиц Будет Значит Вот Электрон У него Вот У дырки Какая Масса У него Казалось бы Пустота Там В пен Переходит Но Нет Эффективная Масса Дырки Может Составлять Несколько Электронных Единиц Она И Называется Эффективной Массой Поэтому Вот В кластерах О чем Говорит Ларсон Что Вот Легче Всего Может Появляться За счет Коллектива Некая Значит Эффективная Масса Электрона И тогда Электрон Утяжеляется То есть Это не Есть Классическая Схема Распада Или Образования Нейтрона Здесь Есть Некий Комплекс Утяжеленный Коллективизированный Электрон В виде Квазичастицы Плюс Протон Вот О чем Он Говорит Это Понятно Поток Откуда Об этом И мы Говорим Что Если У нас Есть Поток Протонов Он Конвертируется Значит В то Состояние Ну Допустим Гидринное Состояние Милс Бытье Сразу Ответил Получается Маленький Водород Вот Он И дает Нам Поток Вот Огромный Поток Похожих На Нейтроны Частиц Водороды Водород Который Имеется В эксперименте Он Переодевается Переобывается А поток То Как Образуется Сила Откуда Чем Вы Его Разгоняете Значит Значит Ну Это Следующий Вопрос На самом Деле У тебя Значит Протон По крайней Мере Вот В нашем Реакторе Протон Он летит К катоду Он ускоряется Электрическим Полем И по мере Того Как он Летит Если он Так сказать На лету Вот Оборачивается Ну Он ускорился И внедряется В рой Вот этих Наночастиц Он ускоренный У него энергия Есть Как же так Поток А уже там В этих Наночастицах Он Переобывается По пути То есть Ну Это конечно Гипотеза Можно ответить Как Валерий Николаевич Ответил Они Так сказать Это Мы Да Это Гипотеза С этим Я согласен Так Спасибо Алексею За вопрос Спасибо За комментарии Кое-что Все-таки Проясняется Так Значит Александр Георгиевич Саша Вопрос Правильно ли Я понял Что Вот эти Самые Очень Холодные Нейтроны Были Взяты Потому Что Плохо Получается Теория Если взять Обычные Скажем Тепловые Нейтроны И Ну И Второй Вопрос Ну Собственно Уже Задавался Этот вопрос Откуда Вообще В теплом Веществе Могут Появиться Такие Холодные Ультрахолодные Нейтроны Вот это Как-то Совсем Непонятно Ну Вопрос Понятен Саш Значит Я мог бы Сразу Адресовать Вот сюда Повыше Так сказать Значит И сказать Ну вот Ребята Нафантазировали Сделали Вывод Почитая Эту работу Там все Написано Откуда Получается Значит Куда девается Избыточная энергия Вот этих Нейтронов Значит Как они Становятся Холодными Значит Ну Вот Значит То что мы Делали с тепловыми Нейтронами Значит Никакой Трансплутации Похожей На То что мы Наблюдали Никогда Не наблюдалось Так сказать Вот Поэтому На вооружение Были взяты Вот холодные И ультрахолодные Нейтроны Сечения Там Реакции Существенно Выше И поэтому Эффективность Реакции Существенно Так сказать Ускоряется Значит Скорости Прежде всего Скорости Здорово Растут скорости Ну и Качественно То есть Нам не удалось С тепловыми Нейтронами Получить Вот хоть Малейшее Согласие С экспериментом Ну это еще Как говорится Один аргумент За то Что это Теория Она к реальности Никакого отношения Не 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 Вот ты зря говоришь То есть Она предсказывает Те Рекордсмены Которые Всегда В любом Эксперименте Нарабатываются Ну это Предсказание Такое Что Подожди 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 Во всех экспериментах мы наблюдаем, особенно в оптических спектрах, сначала натрий светит, потом кальций, потом алюминий светит, алюминий, вот он, кальций, магний, силициум. Это те элементы, которые очень хорошо наблюдаются, особенно в оптических спектрах, там, значит, уже никуда не денешься, так сказать. Вот это в каждом, менять можешь условия эксперимента, так сказать, реакторы можешь менять, все что угодно можешь менять, а вот эти элементы-то, наиболее рекордсменные, они появляются у всех почему-то одни и те же. Ну, понятно, эти все элементы, они имеют наибольшую энергию связи, поэтому они наиболее вероятны и появляются. Это не так, абсолютно не так, в Тор, допустим, с какой стати он там, если в большом количестве рождается, он рождается. Алюминий, ну и что, это нечетно, нечетно этот самый, ну чем он, четно-четно, я понимаю, а тут чего-то конета. Вон, посмотри, какой пьедестел тут. Ну, кальций и магний, это очень... Не, ну а ты посмотри, вокруг там, вокруг силициума и кальция, сколько, и чуть-чуть отстают от них. Пускай это не рекордсмены, но их много. Ну, это вообще почти все получаются. Почти все, почти все. Да, конечно, почти все, но максимум у тех, у которых наибольшая энергия связи. Ну, вот я тебе показывал в Тор, ну, допустим, он в эксперименте рождается. Ну, где же там, значит, этот самый, где же там, вот в Тор, ну, что, значит, он и на спектрах рентгеновских, и на оптических он появляется. Ну, и чего там, чем он, чем он, чем он неустойчивый? Так, хорошо, спасибо. Спасибо, был вопрос правильный, в общем-то, и некое рассуждение тоже, ну, чуть-чуть, в общем-то, несколько поясняющее. Спасибо. Анатолий Ильич, пожалуйста. Никитин. Толя, Никитин, ты где-то, давай. Хорошо. Значит, Толя, у меня вопрос опять сводится к теории ведома Ларсена. Значит, чтобы создать поле с напряженностью 10-11 километров, надо в объеме где-то размером порядка дали микрона собрать около миллиона зарядов одноименных. Каким образом они предлагают это сделать? Что за система у них вот на кончике обычного, значит, вот проволочки такого сделать невозможно? И второй вопрос такой, если, боже, сразу. Толь, подожди, один вопрос, по одному вопросу давай. Ну, хорошо, давай, отвечай. Ну, во-первых, там не иголочка там микронных размеров, а это наночастицы, то есть это поострее, чем, так сказать, вот, значит, иголочкой. Вот, в этом плане, значит, ну, понятно, что, вот, ну, вот, ты же знаешь, физики плазмы, значит, плазмоны, это, так сказать, колебания, плазменные колебания свободных электронов, так сказать, вот. Вот, значит, ну, если ты их возбудишь, то поля могут быть достаточно большие. Да, как, прости, не понимаю, я только могу поле усилить и увеличение числа заряда, я по-другому не понимаю. Нет, а вот у тебя есть электронопроводимости, которые, значит, нейтрализуются ионным остатком, значит, но тем не менее волны, вот, так сказать, вот. Электронные жидкости, они же существуют, они получили название плазмоны, значит, ну, ну, что, ты будешь отрицать, что есть плазмоны? Если ты вводишь электронные ионы, то у тебя поле внутри замыкается, наружу поле не выходит. Здесь у тебя поле наружу должно выходить, значит, должны быть одноменные заряды. Нет, оно наружу не выходит, оно скомпенсировано, ты правильно говоришь. Но вот волны электронной жидкости в твердом теле, в твердом металле могут быть. Правильно, но какие напряженности поле получается? А если у тебя, значит, волны могут быть, то в пучностях, так сказать, можешь накопить довольно большую концентрацию локала. Если волна, то она имеет переменный знак, она не может у тебя ускорять электроны. Ты же говоришь, что эти электроны должны получить большую энергию. Здесь просто объясняется так, что он получил большую энергию, и за счет большой энергии он преодолевает кулоновский барьер. Что вы условно называете тяжелым электроном? Нет, 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 абсолютно не так. Назвать можно как угодно, физика такая, перепитать голос в барьере, преодолевает. Нет, они говорят, что на самом деле вот у тебя, значит, надо рассматривать систему, когда у тебя протоны сели на наночастицы. Эти протоны начинают, могут колебаться относительно вот этой наночастицы, ну, за счет, так сказать, ну… Ничего не понимаю, Толь, прости, пожалуйста, но объясни, какая наночастица, что за наночастица, по-человечески скажи, что это такое, электроны или что это такое? Нет, наночастицы… Ну, что за наночастицы, это некий, значит, сгусток, имеющий очень большой заряд и сильное электрическое поле вокруг него. Нет, еще раз. Или электрон, как ты написал. Нет, ну, подожди, еще раз. Значит, у тебя есть наночастица металла, никеля, которым, ну, допустим, вот, значит, имеется миллион штук атомов никеля. Столько же миллион штук атомов электронов проводимости в зоне проводимости. Нет, они находятся на этом твоей наночастице, на этом шарике из никеля, да? Да, да. Вот у меня вопрос такой, они же должны разорваться и разлететься, их должна какая-то сила удерживать, у них же сильный кулон. Нет, нет, но металлическая связь, она остается, а что держит электрон? Нет, нет, Толя, ну ты сделай расчет, и все разлетится. Нет, ну, а как… Там больше тысячи ты не поставишь, там надо миллион за… Подожди, подожди, ну а как в металле, а как в металле существуют свободные электроны? Ну, так и существует, что бегают электроны по металлу. И чего, вот этот вот эффект… Ну, как количество, я говорю, поля получается, не 10 по 11, а 10, 5, 10, 6. Анатолий, Анатолий Ильич, Анатолий Иванович, давайте мы эту дискуссию прекратим о физике твердого тела. У меня на ответ, спасибо. Оно отношение к нашему докладу. Толь, второй вопрос, вот, Анатолий Ильич. То есть, опять же, надо говорить о простой физике, а не так. Нет, еще раз, еще раз. Вот смотри, значит, ну, если электрон имеет большую релятивистскую скорость, это понятно, он утяжеляется. Это один из механизмов, но не самый главный. Значит, они это говорят о другом. Они говорят, что если протон приближается к поверхности металла, то он взаимодействует с ближайшим электроном. А этот ближайший электрон, значит, взаимодействует с соседями. Поэтому он взаимодействует не с одним электроном, а сразу с коллективом. Поэтому какова эффективная масса электрона получается при этом взаимодействии протона с металлом? Ну, хорошо, понятно. Значит, здесь просто неправильно написано. Надо не электрон, а просто имеется сильно заряженная частица, к которой прилипает протон. Сильно заряженная отрицательная частица, к которой прилипает протон. Зачем сильно заряженная? Ну, ты же сказал, коллективная, так сказать, у тебя. Здесь 11 вольт, ничего не понимаешь. В любом металле у тебя есть коллектив свободных электронов. Это же коллектив. Да. И если ты потянешь один электрон из этого коллектива, ты сразу нарушаешь весь порядок, весь строй. Понятно. Но на самом деле число электронов, которые находятся в капельке твоей, равно числу протонов. То есть, суммарный заряд равен нулю. А ты туда напихал еще много других. То есть, поставил миллион лишних электронов. У меня вопрос первый был. Как они разрывают эту полосу? Толик, ты тогда вообще ничего не понял. Значит, протонный пучок, он, так сказать, со стороны приходит. А в нано-кластере у тебя есть кристаллическая решетка из ионов никеля и свободных электронов. Вот эта система налетающего протона и кристаллической решетки металла требуется рассчитать ее. Как она будет взаимодействовать? Тогда вот эта энергия электрического поля, надо зачерпнуть, здесь оно совершенно не нужно. Нет, ты можешь... Нет, 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 это нужно. Она только мешать будет. Нет, это нужно, потому что ты можешь использовать различные способы, значит, вот, по сути дела, воздействия на коллективизированные электроны. Ну, допустим, подогреть их СВЧ-полем, они будут, так сказать, шустрее двигаться. Ну, чего? Ну, что, кинетическая энергия увеличится, температура, ну, и что, это ничего не значит. Ты можешь ударить, и тогда вот инерция электронов, так сказать, эффект Эйнштейна-Толмана, у тебя потечет ток в металле за счет инерции электронов. Они сместятся. Ну, ты чего? Давайте, друзья, давайте на этом слишком много потратили время. Пойдем дальше, спасибо. Не по существу, на самом деле. Спасибо за вопросы. Я бы рекомендовал, эта теория уже полузабытая, теория Вида Маларсена, вот ее почитать, она там 25 лет назад была очень популярна, если не 30, так? Спасибо Анатолию Ильичу. Нет, она сейчас Ренессанса. Ну, сейчас Ренессанс, это я согласен, да, потому что люди нового ничего не читают, про темный водород знать ничего не желают. Нет, вот на самом деле мы плохо знаем про физику наночастиц, о чем я говорил. Если уж вы хотите работать с наночастицами, поизучайте. А там возникают революционные идеи, когда у тебя может свет проходить в дырочку намного меньше длинной волны. С точки зрения здравого смысла – бред, а он проходит. Ну да, но это мы сейчас теорию фотона будем опровергать. Не фотона, а мы приближаемся… Фотон, он маленький, фотон он маленький, а при длине волны огромный. Поэтому давай сейчас мы не будем это… Нет, это называется метаматериалы. Сейчас они, так сказать, ну ты что, это новая оптоэлектроника, нанооптоэлектроника называется. Это верно, но это не имеет прямого отношения. Какое отношение? Пока мы этого не изучим, нечего браться за физику Леннер. Вы должны знать особенности физики наночастиц. Что они могут и чего способны сделать на сегодняшний день. Никто из нас по-настоящему… Нам нужен ликбез. Ладно, ладно, успокойся, ты в чем-то прав. Так, Боб, Бринье, your question, please. Добрый день. Спасибо, Анатолий. Интересный доклад. Боб, если я правильно понял, ты спрашиваешь о последствиях трансмутации после эксперимента. То есть, вот… Нет, он там про монополь спрашивает. Нет, нет, про монополь. Ребит, 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 your second, Боб, second part of your question, please repeat once again. So, it's one question. He mentioned that there was an observation, which other people have observed, of transmutation over a period of time after the initial experiment. Has he considered pseudomagnetic monopoles formed from persistent vacuum currents? And if not, what is his explanation for the phenomenon? Боб, I consider the situation of the… По-русски давай, он там переводчик, он поймет все. По-русски. Excitation of the initial chemical elements… Толя, 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 по-русски давай, он поймет, у него переводчик есть. Ну, хорошо, я буду медленно говорить. Значит, я рассказывал о том, рассматривал задачу о том, что вот, значит, поток холодных нейтронов, он возбуждал первичную трансмутацию химических элементов. Там накапливались как устойчивые, так и неустойчивые элементы, которые продолжали играть свою роль после окончания эксперимента. И монополь здесь совершенно не нужен, потому что там были накоплены возбужденные химические, нестабильные химические или метастабильные химические элементы. Okay, thank you. The second question is about the production of boron and the calcium from a nickel electrode, where I presume you have carbon, hydrogen and oxygen there. So, firstly, I have some context to this, which I will share if it's not clear. Have you looked at the spatial arrangements of those elements? Такая задача, я в самом начале сказал, что пространственного распределения нами не рассматривалось. Это сложная задача. она, я согласен с тобой, что она важная задача, очень важная задача. До тех пор, пока мы не поймем пространственное распределение трансмутированных элементов, мы ничего не поймем. Okay, thank you for your answer. I would recommend looking at areas away from the main activity. If I'm able to share four images with you, I can share what we've observed the production of boron and calcium in two structures that are paired, but that one does not have any boron in it and one does not have any calcium in it. Can I share those four images? I understand your remarks. Maybe you sent me a message with detail of your experiment with boron and calcium. No, no. I can share four images right now, very quickly. Bob, Bob, this is stage of questions. On the end of after questions, you may give some comments about... I'll wait to the end. Thank you. In short, there might be more long discussion, you can do that. A little bit later. Okay, thank you, Bob. And the next one is Сергей, please. Godin. Yes, thank you. Natoly Ivanovich, I have a technical experiment for a question. Here, a few years ago, S.G. Parfouf showed, that it was quite easy to register the pot of neutron with the activation of the method. He took, as I remember, the Indian and then analyzed the Indian on the subject of the gamma- of the 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 Мини и ту же самую медь, потому что у этих элементов большое сечение захвата холодных нейтронов. Почему вы эти методы не использовали? Нет, мы использовали серебро. И Индии использовали, и серебро использовали, но не так широко, как, может быть, тебе хотелось бы. То есть это были обрывочные эксперименты. У нас после выключения, мы там ничего особо хорошего не получили. То есть быстро все, видимо, спадало. Потому что если бы было что-то заметное, мы бы опубликовали эти результаты. Нет, быстро там не спадает достаточно долго. Ну вот если это нормальная трансмутация, нормальный активационный анализ, я с тобой согласен. Ну, по справочникам берешь, там, 2 минуты, там, 10 минут можно подобрать вещества. Значит, но у нас такого не наблюдалось. И я как-то разочаровался в этих методах. Думаю, это лишнее подтверждение, что идет что-то не так. Вот это правильные слова, что идет что-то не так. И еще у меня один вопрос. Упоминалось напряжение пороговое 3,8 кВ. А при каком давлении, вообще говоря, это получалось, 3,8 кВ? Обычно на разряде, там, как бы, ну, 800 вольт, 1 кВ, 4 вольт, получить-то тяжело. Либо нужен большой ток. Че-че-че, еще раз. Вот в докладе упоминалось пороговое напряжение 3,8 кВ. Да, да, да. Это напряжение на разряде. Ну, вот, как правило, такое напряжение получить-то достаточно сложно. Нужен импульсный ток, наверное, или постоянный ток у вас используется? Нет, ну, смотри, у нас, ты же знаешь, вот, на самом деле, у нас же, вот… Откуда я знаю, я уже давно… Нет, ну, схема источника питания, она довольно простая, но тем не менее, вот, так сказать, обычный DC источник питания, вот, он может выдавать только дугу и ничего больше. Ты здесь прав, и разогнать его очень сложно. Значит, ну, а… Да, вот откуда 3,8 тогда? Вот в парах воды мы делали, значит, модулятор, так сказать, по сути дела, пары воды у нас являлись хорошим ключом. То есть, значит, накопительная емкость и индуктивность. И вот такие вот колебания, вот, вот, ты видишь здесь напряжение и ток, вот, ну, ты видишь, вот, до 5 кВ в импульсе доходили, так сказать, значения, полей, так сказать, это, ну, 4 кВ. Импульсные поля, импульсные поля. Ну, то есть, это импульсный ток и импульсное напряжение приводит. Ну, как тебе сказать? На самом деле это, так сказать, ну, все-таки есть некая особенность плазменных реакторов, вот, в присутствии молекул воды, паров воды, значит, или самой воды, когда на ней гибель электронов происходит очень эффективно. Она работает, выполняет роль ключа. Это не импульсный процесс, а это настоящий природный процесс, самоподдерживающийся релаксационных колебаний. То есть, так устроена природа, и никуда не попрешь. Ну, какие они самоподдерживающиеся, если есть у вас реактивные элементы? Ты видишь, чистота какая идет. Ну, реактивные элементы, он присутствует в схеме емкости. Ну, конечно. Нет, они и определяют. Да, нет, ну, либо ты на реактивных делаешь, либо на сосредоточенных тех, которые тебе надо. Тебе надо. Ну, понятно. В общем, 3,8 – это достигается в импульсном токе. Да. Хорошо. В импульсном токе. Еще ты упираешься импульсную. Нет такого, постоянно ты не делаешь это. Это же очевидно. Ну, это невозможно там просто. Вот о чем он спрашивает. Совершенно правильно, да. Да нет, наверное, возможно и в дуге сделать, но это надо постараться. Да у тебя другой режим. Сереж, еще вопрос есть? У меня есть просто некое такое. Я хотел поддержать, да, Анатолий Иванович, потому что я тут тоже иногда на досуге провожу эксперименты, но с разреженной плазмой. И хочу отметить, что при некоторых режимах, особенно при достаточно низких давлениях, периодически возникает некий электрический разряд, который генерит, я не знаю, может быть, как говорят, продольную волну, которая прошибает все экраны. То есть те приборы, которые работали нормально до определенного момента времени, вдруг с некоторого давления начинают давать сбои. И вот здесь есть очень большая вероятность ошибиться, что принять эти сбои именно за нейтрон. То есть, как бы, такие явления наблюдаются не только в... Только, ну-ка, еще раз, за счет чего сбои? Еще раз, повтори, пожалуйста. Ну, он сам не знает, за счет чего. Нет, нет, нет. Продольные волны считают, что прошибают. Я считаю, что в этом разряде генерятся, ну, что-то типа продольных волок, которые легко проходят через металлический экран. То есть через коаксиальные кабели, через оболочки датчиков гелий-3, да, поэтому мы видим по низу. Ну, в общем, Сереж, тут я тебе могу ответить, разочаровать немножко тебя. То есть ты, наверное, прав, там есть какие-то вот в электрическом разряде какие-то вещи, может быть, еще далеко не изученные, ну, вот связанные с эктонами. Это известно, при низком давлении, импульсном, разряде, ты всегда будешь иметь нечто похожее на эффект ушелинка. Эктоны. Значит, вот, значит, но... Здесь вот я делал, так сказать, ну, у меня вот этот аспект, он в железном ведре, так сказать, все, клетка Фарадея хорошая была, так сказать, была, значит, но, значит, вот перед мордой там сетка стояла, чтобы была, так сказать, возможность пройти этим всем. А если я вот перед ведром ставлю одну пластину, вторую пластину, у меня поток, вот это вот фальши, или, так сказать, по-другому, я не хочу назвать, я не верю, что это нейтроны. Значит, но нейтронный датчик шумит, тревога вовсе гудит, вот он, вот эти фильтры здорово уменьшают в разы, так сказать. Причем, чем больше делаешь пластин, тем больше ослабление. С точки зрения, так сказать, вот твоих продольных волн, тут не объяснишь, потому что, так сказать... А я ставлю пластину из пластика, у меня усиление возникает. Ну, пластика... Могу показать. Нет, ну, может быть, у тебя что-то другое, я не знаю. Я тебе говорю то, что у меня нет. В зависимости, на каком расстоянии ставить. Вот, а вот расстояние, вот эта вот зона заколдованная, она, так сказать, вот меня что-то смущает больше всего. То есть, почему она метровых размеров, так сказать, с резкими краями? Затухает очень быстро, это, да, действительно, здесь абсолютно точные сведения. Если отодвигать, то это все быстрее, чем единиц на р-квадрат. Да нет, там вообще какая-то стена стоит метровых размеров, колпак. Это не затухание, а там обрыв, обрыв. Зона более-менее постоянная, в том обрыв. Вот об этом Климов говорит. Ну, похоже, да, похоже, да. Но очень быстро затухает. Нет, ну, это мы перейдем к этому разговору, может быть, вот еще будет же, так сказать, я уже подробно расскажу. Это вот продолжение экспериментов Зателепина-Баранова, по измерению фона, по измерению вот этих нейтроноподобных частиц. Значит, там же мы сейчас продвинулись далеко вперед, так сказать, есть очень какие-то интересные результаты, над которыми надо подумать. Вот это зона метровых, в которые вообще не надо экспериментаторам лазить. Ну, это другой вопрос, он как бы к делу не относится. Да нет, относится. Хорошо, спасибо. Сереж, еще есть вопросы? Нет, 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 все, спасибо. Все, спасибо Годину за вопросы. Федор Сергеевич Зайцев, пожалуйста. Спасибо, Валерий Николаевич. Ну, Сергей Михайлович задал главный вопрос, который тоже я хотел задать, но я продолжу его. Значит, Анатолий Иванович, ну, во-первых, хотел отметить, что мы с Анатолием Ивановичем пять лет работали вот в одной организации частной, которую он упомянул, и мы, ну, я знаком вот с этими результатами по нейтронам, это действительно серьезная работа, большая, впечатляющая, ее стоило здесь рассказать. Но мне понравилась особенно вот заключительная часть доклада, где, Анатолий Иванович, ты поставил под сомнение измерение вот стандартными приборами, что действительно рядом с разрядом вообще в любой установке практически возникает очень много шумов разного рода электромагнитных, там причины могут быть разные, и приборы могут, значит, показывать, ну, все, что угодно. Поэтому, конечно, надо отказываться от автоматических счетчиков и осциллограф включать напрямую, значит, к датчику к сенсу. И вот у меня вопрос в продолжении того, что Сергей Михайлович задал. Это метод называется в литературе детектирование нейтронов методом активации по возникновению бета-активности. Так вот, бета-активность возникает такая, что за 30 минут, вот, например, рентгеновская пластиночка по оценке попадает на нее 10 в пятый всего лишь фотонов. Ну, делите на время, получаете там на площадь 12 сантиметров квадратных, получаете мизерную величину в секундах. Так вот, какими приборами ты мерил активность на вот этих веществ, которые, полежав на реакторе там какое-то время, а вот по нашим данным надо 20-30 минут, не меньше, и потом, унеся их вдаль, вот уже, значит, измерять что-то, там какие-то следствия. Ведь с этим методом невозможно спорить. Вот то, что рядом с прибором стоит, с установкой, там рентген у тебя любой. Четыре кэва, значит, у тебя ускоренные электроны быстро тормозятся, там двухкэвный рентген, там кэвный, это никаких проблем нет. А вот когда вещество унесено далеко от установки, ну, здесь все сразу аргументы отпадают. Так вот, какими приборами ты мерил активность вот этих детекторов? Ну, во-первых, мы не активность этих детекторов измеряли, а мы измеряли спектры. То есть спектры, значит, вот, значит, какие? Вот я показываю, значит, вот это не, значит, это, значит, вот в этих спектрах мы видим некие линии, так сказать. И эти линии, так сказать, она, может быть, вот в данном случае тут вот их всего-то две штуки. На самом деле их, может быть, то там, ну, несколько штук этих вот линий, значит. Это не сплошняк, который связан с вот излучением, тормозными электронами, значит, ну, которые присутствуют в разряде. Слава Богу, вот этот детектор, наш Vertex X и X1-2-3, они являются достаточно хорошо защищенными приборами. И вот, так сказать, если ты морду, ему чувствительный элемент закроешь, то, значит, вот ничего, кроме вот этого переднего печка, вот самого переднего, который, так сказать, является, значит, на уровне одной десятой кэва, значит, ты не увидишь. То есть никаких других линий больше ты не увидишь. То есть вопрос решается очень просто. Значит, мы измеряли не наведенные всякие, эти самые, вот эти самые, наведенные радиоактивность, о которой Сергей говорил, а мы в режиме онлайн работающего прибора смотрели отдельные спектры, значит, вот, которые излучают гетерогенные плазмы, состоящие из наночастиц, аргона ионизированного и водяного пара. Ну, я понял, правильно ли я понял, Анатолий Иванович, что ты не изучал методом именно активации нерадиоактивного вещества? Не изучал, в принципе? Нет, ну мы попробовали, а у нас ничего хорошего не получилось. Ну вот я объясню, почему у вас хорошего-то не получилось, потому что за 30 минут медной пластиночки у вас вылетит примерно 10 в пятой фотонов, ну, на нее попадет, значит, да, вылетит, попадет на рентгеновскую пленочку 12 сантиметров квадратных, 10 в пятой фотонов. Поэтому обычными приборами вы ничего не увидите. И вот этот метод, на самом деле, я, к сожалению, не так давно, несколько лет о нем узнал от студента-выпускника физфака. Вообще этот метод, это лабораторная работа для студентов физфака. Изучение, значит, вот остаточной радиации, когда серебро вносят, например, там, к источнику нейтронов, потом уносят и изучают, значит, по рентгеновскому излучению, там, излучению электронов. Этот метод надо применять, потому что с ним невозможно спорить. А вот с этими спектрами я вам могу тысячу, так сказать, назвать причин, почему они неправильно показывают у вас и вообще, что они показывают. Я в следующем докладе расскажу, покажу, какие-то помеки возникают. Нет, подожди, подожди, подожди. Ты что-то сейчас смешал во все это самое. Ну, это вот, так сказать, наверное, теоретики так привыкли рассуждать. Нет, Анатолий Иванович, вопрос простой, как Валерий Николаевич. Еще, еще, еще. Вопрос. Методом детектирования вот по возникновению бета-активности вы изучали материалы, изучали свойства вашего реактора, да или нет? Если да, какими приборами, какие результаты? Значит, еще раз, приборы я перечислил, других у меня нет. Именно ими я изучал. Но ответь ему, не изучал. Не изучал. Я так и понял, просто он уходит от ответа. Все, спасибо, у меня нет больше. Ну, вот они, а приборы, так сказать, они... Я понял, значит, приборами вы не увидите радиоактивность на видео. Федор, этот вопрос уже был, этот вопрос уже был раньше у Година, да, вот. Да, да, ну я просто хотел уточнить измерения. Поэтому просто повторение вопроса, но не изучал. Спасибо. Но с другой стороны, трансмутацию, о которой я рассказывал, мне-то важно было сравнить результаты трансмутации, то, что счет дает, вот выполненный Николай Михайловичем, да, Ель Сигнеем, и то, что дает эксперимент. Мы выбирали, все-таки, смотри, есть три независимых измерения. Это я знаю, это великолепный результат, не рассказывай, это великолепный результат, я его всячески поддерживаю, и тут вы молодцы, это огромная работа. Но упущена колоссальная вещь, которая бы привлекла просто огромное количество сторонников Леннер. Если бы не радиоактивная медная пластиночка, побывавшая в реакторе, становится радиоактивной, все, даже не надо там количественно, это все, это всех сразу кладет на лопатки. Леннер есть. На лопатки кладет то, что вот мы, я тут сегодня, конечно, и не хотел этого касаться, это то, что начал Валерий Николаевич Зателебин. Вот ты выключаешь установку, Сереж, кстати говоря, вот Годин, выключаешь установку, там вообще уже вроде нечему, так сказать, фонить, или там, значит, какие-то поля, значит, продольные, о которых ты говоришь. Значит, вносишь в эту зону вот обычный вот этот аспект, а он показывает фон ноль. Ну это что? Вот это вот вещь, с которой надо всем разобраться. Вот в этой внутри метровой зоне у нас ноль фон. Выносишь за метровую зону нормальный фон. Иван Иванович, внеси его без автоматических счетчиков, и ты увидишь, что у тебя там колоссальный рентген идет, остаточная радиация. У нас установка активируется вообще без рабочего вещества, поработает там 20-30 минут. И рентген показывает только без автоматически. Автоматически у тебя выбросит все в качестве шума. Друзья, у нас уже дискуссия пошла. Федор, давайте. Спасибо. Спасибо Федору Зайцеву. Спасибо. Спасибо за Федору Зайцеву. Следующий вопрос. Следующий, пожалуйста. Алло. Да-да, слышим. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я, по-моему, старое выступление ваше, Анатолий, там вы рассказываете вещи, что в этих новых веществах, которые образуются, у них спектр не совсем такой, как у реальных веществ. По-моему, я помню как-то что-то про купром, там шла речь, и там не хватало какого-то максимума в спектре. И сейчас, в конце выступления, вы тоже сказали, что возможно, альтернативное объяснение этого дела. И с этим вот вопрос. Вы мечтали работы Роджера Сантелли, такой, по-моему, Ну, у Сантелли все работы у меня есть, и их я внимательно изучал. Это раз. Второе. Я говорил, и опять утверждаю, что вот эти новые трансмутированные элементы А, они дают спектр в оптическом диапазоне, так сказать, совсем не те линии сильные, которые мы знаем, и, так сказать, у алюминия есть. Вот, допустим, алюминий, сегодня шла о нем речь. Слабенькие линии, которые, так сказать, на них не обращаешь внимания, когда светит алюминий. Если у него более сильные линии, значит, их мы не видим почему-то. Это первый, так сказать, поразительный результат. Значит, Б, над которым надо задуматься. Б, как правило, значит, появляется помимо вот алюминия, сильно возбужденные, так сказать, металлы. Ну, допустим, вот цинк рождается. Я уже ваше внимание обращал, что одновременно появляются линии иона цинка, а у них энергия возбуждения почти под 100 электрон-вольт. Понимаете, в каком возбужденном состоянии находятся эти трансмутированные элементы? Они в необычном состоянии. И второе. У нас вышла работа, вот в последнем Journal of Condensed Meta, почитайте. Там эти вещества, вот мы с Годиным делали, я ему там выразил благодарность в статье. Значит, он давал образцы, значит, мы на них воздействовали дополнительно плазмой и ускоряли уже вот эти трансмутированные элементы, их распад. То есть, то, что было транспортировано, оно распадается моментально под действием слабенькой плазмы. А те элементы, которые были исходные, ну, допустим, титан, вот в гидриде титана, там, значит, наплодилось много новых веществ. А сам титан, у него как была концентрация большая, так и осталась концентрация большая. А вот эти вот цинки, магний, там, то, что накладилось, там, кобальт, на них подействовали, а от них русские доножки остались, если подействовать, вот, ну, плазменным пучком на них. Ну, так, может быть, вот ты прав, сантили, что на самом деле это новые вещества, химические молекулы, у которых очень сближен ядра, и спектрометр воспринимает их, как будто это одно ядро. А на самом деле это просто химия, и никакого ядерного синтеза не существует. Ну, вот здесь, как вы в детстве, помните, нам говорили, что теплее, уже теплее, значит, но все равно это еще, так сказать, это все равно, что ты ничего не сказал. Нет, нет, Толя, это правильное замечание. Мы же об этом говорили давно, о том, что на самом деле это псевдомолекулы, а не новые ядры. Псевдомолекулы, об этом говорили давно. Да, атомы, а не псевдомолекулы. На самом деле, смотрите, можно прикинуть по составу того, что у вас входит в реакции, там никель, там водород и прочее, какие наиболее вероятные вещи при теории сантили могут у вас возникнуть. И посмотреть, что у вас возникает, может, там как раз все и совпадет. Вот еще раз, значит, я забыл, как у вас, Александр, да? Игорь. Алексей или Александр? Игорь Бойлиный, он вот, Игорь, я вам серьезно говорю, поменяйте, пожалуйста, свое название. В следующий раз обязательно поменяйте. Не поменяйте, возможно, я вас даже не пущу. Все написаны, мы друг к другу можем обращаться, кроме вас. Почему вы упорствуете, я не понимаю. Игорь Бойлин. Толя, пожалуйста, свой вопрос задай. Игорь, возвращаясь еще раз к вашему вопросу, вот сантили был неправ в одном, хотя он уже близко подошел, в том, что если бы это была молекула, то К-уровни, а я вижу вот ЭДС-анализом, К-возбужденные уровни, они бы были другие. То есть, там, ну, ясно, что, так сказать, внутренние, если работают внутренние электроны с образованием молекулы, то там все меняется, вся электронная структура, вся, не только внешняя, но и все. Поэтому сантили здесь неправ, потому что вот К-уровни у нас четко показывают, что это все-таки, так сказать, ну, нормальные элементы, которые вот плодятся там в Тор, там, магний, силициум. Это нормальные элементы, в том-то и дело. Это, ну, это уже дискуссия опять. Спасибо Буйлину, значит, вот за дискуссию, тем не менее, может быть, даже не столько вопрос, сколько дискуссия была. И, Игорь, больше нет у вас вопросов? Больше нет. Больше нет. Михаил, пожалуйста, Кащенко. Анатолий Иванович, ну, интересный, конечно, доклад. Вот меня интересует, вы сказали зону, то есть, один раз прозвучало 10 сантиметров, потом метровая зона. Ну, вот все-таки расстояние, какое там, так сказать, критическое, ну, так будем говорить, вылета вот тех нейтроноподобных, ну, я считаю, это квази-нейтроны, это одно. Есть второй, так сказать, компонент. И время какое-то вы пытались оценивать, жизнь или нет? Это вот мой такой первый вопрос. Ну, вот я говорю еще раз, я не хотел залезать в эту область, только вот пытался намекнуть на ту линию, которую я буду дальше подробно рассказывать в своих дальнейших, ну, не лекциях, а семинарах. Значит, ну, тем не менее, уж раз я сказал А, я скажу и Б. То есть, и так, вот этот вот аспект мне помог, вот, по сути дела, зарегистрировать некую необычную зону, которая, значит, вот, ну, так, я померил более-менее надежно, это в диаметре 80 сантиметров. А вот еще 10 сантиметров к 80, если вы прибавите, это некая стена, в которой вот все вот эти вот, значит, сигналы аномальные по нейтронному датчику и по гамма-датчику, они спадают до фона. То есть, вот, значит, в этой зоне, если там он зашкаливает, то здесь нормальные сигналы, они флуктуируют, они, видно, что они, так сказать, значит, не зависят от, они живут своей жизнью, они зависят от работы реактора. Реактор стучит, как пулемет, работает надежно там часами. А время памяти, вот, время жизни, вот, когда выключаешь, значит, ну, вот эти нейтронные все аномалии пропадают, но остаются вот эти гамма-аномалии, о которых говорил Валерий Николаевич, вот, ну, а у меня оно сейчас уже поточнее, там, мы померили в моем конкретном эксперименте. Значит, вот, он тоже видит после выключения реактора вот эту метровую зону, в которой фон нулевой, а потом, значит, выходишь, вот эти 10-20 сантиметров, фон становится в 10 раз больше, чем естественный, то есть есть какая-то зона повышенного фона, а дальше опять фон. То есть и по гамма, и по нейтронам видны какие-то, значит, аномалии, которые связаны вот с этим колпаком, условно я называю. Так, понятно. А время жизни такое, что приходишь на следующий день, это все продолжает действовать. Понятно. Ну, вот это имеется в виду, типа, вот это, как говорится, стены и, так сказать, работа в 8 миллиметрах, да? Хорошо. Как-то вас просил, ну, вы, наверное, забыли просто, какой там спектрометр, это я так, для себя, чтобы приобрести, и автоматическая там у вас стоит программа, так сказать, развлечения элементов в оптике именно? Нет, в оптике у нас, значит, разработано нашими специалистами, значит, автоматической расшифровке, значит, химических элементов. Это, ну, мы можем, значит, подружески поделиться, я никогда не, не это самое, вот, программное обеспечение, значит, оно должно быть достоянием всех. Вот, вот, этот спектрометр, там сейчас полно, много хороших, значит, вот, у нас, можете записать, а в аспект 2048. Толь, лучше, Толь, лучше послать ему, это самое, e-mail, если не знаешь, пошли мне, а я перешлю, так? И не отказываюсь от дружеской помощи по поводу программы, буду очень признателен. Ну, эта вещь, это ее надо освоить, лучше бы ее, если бы ваши ребята приехали и поработали здесь с нами недельку. Ну, в принципе, это реально, хорошо. Ну, ничего, надо вот близко к тому, чтобы налаживать всем нам, значит, научные связи, чтобы был единый организм, чтобы мы завтра сделали этот центр по изучению. Правительство скажет, а мы уже готовы. Это правильно. Спасибо, Михаил, за вопросы и за вот предложение Анатолия Ивановича. Николай Колтовой, пожалуйста, ваш вопрос. Ничего не слышно, включите микрофон, микрофон включите. Он у него включен, но почему-то ничего не слышно. Ничего не слышно. Николай Колтовой, тогда вас пропускаем, пока вы там потренируетесь. Магнитский, Николай, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Анатолий Иванович, вот у меня такие два вопроса, более теоретического характера. Значит, первый, вот там много, значит, элементов, которые образуются. Они, значит, многие из них можно, значит, описать как состоящие из нескольких целого числа альфа-частиц. Значит, тут более-менее понятно. Но вот есть элементы, которые, например, алюминий, которые, значит, заведомо там есть еще один дополнительный протон. Вот первый вопрос. Есть ли какие-нибудь соображения, как этот протон дополнительный может залететь в ядро? Как он там получается? Вот для алюминия конкретно. Ну, если у вас есть поток нейтроноподобных частиц, а лучше нейтронов, то проблемы-то нет. Нейтрон может залететь и… Нет, протон, протон я имею в виду дополнительный. Нет, а дальше раздеться в ядре уже, так сказать, через бета-распад, он останется как протон. А, в ядре раздеться, да? Так, и второй вопрос, так сказать, по поводу вот этого нейтрона тяжелого, тяжелого электрона. То есть, может ли он существовать в свободном состоянии или же только в виде, значит, гидридного состояния, то есть взаимодействия с протоном? Еще раз, я что-то прослушал. Вот, был разговор по поводу тяжелого электрона. Да, да, да. Такой тяжелый электрон быть. Ну, это теория Видома Ларсена, Николай, это теория Видома Ларсена. Это поверхностные электромагнитные явления вот в этих полиритонах, вот в этих вот образованиях на поверхности металлов. Вот, это одна из идей, которая была 25-30 лет назад. Теория Видома Ларсена. Нет, ну это вот, да, но есть еще и другая теория, теория гидрина, так сказать, потому что она хорошо описывается. То есть, ее действительно, так сказать, теоретически существование гидрина, так сказать, оно и предсказано, и, в общем-то, ну, наверное, оно и есть. Но вот как перейти в это самое, значит, в это положение гидрина, так сказать, вот это непонятно. И вот каким образом это получается? Есть ли какие-нибудь, так сказать, тоже соображения по этому поводу? Ну, на самом деле, Николай Иванович, мы когда вместе работали, тут уже народ вспоминает, значит, и Федор Зайцев, так сказать, и Сергей, все из одной команды. Из одной команды. И приятно вспоминать те времена, когда работали... Хорошие были времена. Да, хорошие были времена. Значит, это уже был центр, прообраз того центра, который нужно было бы сейчас сотворить незамедлительно в нашей стране, о котором я больше всего мечтаю в этой жизни. Я просто хочу добавить, что мы в свое время, так сказать, тоже изучали работы Милса, вот он там предполагал, что наличие некого катализатора, чтобы перевести в состояние гидрина. Да, да, да. Ну, вот Милс, он стоит по пути того, вы уже ответили, он стоит по пути того, что вот если я буду брать, значит, особенно щелочноземельные металлы, там вот, натрий, кали, литий, то я могу возбудить, так сказать, вот сделать там возбуждение, там, значит, этот самый, там, в ионах этих металлов, вот, ну, там, до 100 вольт спокойно, там, значит, ну, действительно, это факт, это известно. И вот он говорит, если я провзаимодействую, если у меня такая плазма щелочноземельных металлов попадает, вот, инжектируется в протонный газ, то протон при этом конвертируется, преобразуется в гидринное состояние водорода. То есть, там происходит неизлучательный, столкновительный такой резонансный переход, значит, водорода из основного состояния, значит, безизлучательный, в глубинное релятивистское состояние, значит, вот, но для этого должен быть запас энергии. Где его сделать? Вот он ввел эти катализаторы, значит, чтобы был, значит, ну, запас энергии равный, вот, как раз, кратной энергии ионизации водорода. То есть, ну, известно, 27 вольт ты должен умножить на N, и тогда ты, вот, судя по логике, значит, Милса, ты получишь вот такое состояние. Значит, думаю, что он ошибся, думаю, что это путь тупиковый, хотя вот он идет до сих пор этим путем, и много экспериментов, которые подтверждают, что гидринное состояние – это не бред, это, так сказать, ну, и никто ж не смотрит, у него аналитические обзоры каждый год выходят. Великолепные обзоры, там столько экспериментальных результатов, доказательств. Получается, что разговариваешь в пустоту, говоришь, никто не читает. Значит, вот в этом плане обидно, конечно. Значит, так вот, наверное, такие состояния возможны, но путь их, наверное, другой. То есть, вот, на мой взгляд, вот этот вот путь, когда опубликованный Чалом и Гуреевичем о том, что протон может уходить глубоко, значит, внутрь электронных оболочек, там где-то застревать во внутренних оболочках, образуя вот некую такую молекулу, а потом уже оттуда с захваченным электроном он может, значит, быть выбит с помощью рентгена, значит, или электронного пучка, значит, уже в гидринном состоянии. Вот это более логический и понятный путь для экспериментатора. Я вот Галерий Николаевичу все время говорю, ты скажи мне путь, по которому надо получить темный водород. Он мне говорит. А я говорю, ничего не скрываю. Путь, значит, получение биатомного состояния, двухъядерного атома, это шаг номер один. Шаг номер два, выбивание оттуда, так сказать, значит, тем же, значит, рентгеном или электронным пучком плазменным, значит, плазменным и электронным выбиванием, вот это водорода в гидринном состоянии. Спасибо, спасибо. Наверное, так оно и есть, я согласен тоже. Спасибо, Николай. Ну, я тогда вот Толя, Анатолий Иванович, он объявил о своем каком-то следующем докладе, который будет, я надеюсь, еще до лета, вот, ну, с Пощиной, я надеюсь, это будет доклад, который Пощина и Климов будет. Ну, и тогда я тоже объявлю доклад, в котором тоже будет до лета, в котором вот расскажу, рассказывал это сто раз, никто не понимает, как получать темный водород. Электрону достаточно быть чуть-чуть мощнее, чем 13,6 вольт, 13,6 электрон в вольт. Спасибо. Есть теория гидринных состояний, она, теоретически, это все понятно, как все получается, а вот как это практически сделать, то это не очень понятно. Ну, да, ну, вот я с том, что... Николай Александрович, там можно поставить эксперименты, я в свое, извиняюсь, что встреваю, я в свое время все три тома Милса прочитал, значит, внимательно, первые там 2000 страниц изучил. Он предлагает целый ряд катализаторов, это все можно проверить в эксперименте, я даже тогда предлагал, когда работали вместе, но не дошло до этого дела, так что... Ну, вот Анатолий говорит, что бесполезно это все делать и... Нет, ну, надо сначала сделать, а потом увидеть, что бесполезно, иначе это нас уже... Все, все, друзья, все повторять в жизни не хватит, к сожалению, так? Спасибо. Нет, там простые эксперименты, на самом деле. Спасибо, спасибо Магнитскому Николаю Александровичу. Так, Николай Колтовой, наладили свой звук там? За работой, меня слышно? Сейчас слышно, да, слушай. Спасибо большое за интересный доклад, вопрос, вы упомянули анизотропию излучения, вопрос, куда больше излучает, по оси реактора, либо перпендикулярной плоскости, где сильнее светит? Ну, вот, и вопрос хороший, мне он нравится, потому что он все-таки, значит, как-то приближает нас к этому самому... К эффекту. К распознанию этому... Ну, вот смотрите, вот мы можем этот самый, этот поток регистрировать, либо... Вот вылетает из реактора струя, газоплазменная струя, вот, ну, гетерогенная плазма, значит, я могу навстречу поставить счетчик, могу, значит, счетчик поставить перпендикулярно, где будет больше, вопрос на засыпку. Значит, на самом деле, там тор с бубликом, причем идут два разные типа излучения, по оси идет почему-то один тип излучения, а перпендикулярно оси бублик, такая типа восьмерки, там другие спектры. Не, ну, в общем, это самое, ответ неправильный, значит, бублики я не играю, это все-таки, так сказать, ну, можно посмотреть, конечно, вот, то, что вы предлагаете, но, значит, у нас, кроме всего прочего, закрученный поток, это, значит, вот реактор, то есть, по сути, делает торнадо, который выползает, никакого тут бублика нет. Бублик – это, значит, излучение перпендикулярной плоскости. Это продольный вихр, стоп вихревой, колонны, и вот я вас спрашиваю, все-таки, где… Да, говори, у меня семинар идет, говори. Какой датчик определит большее излучение? Правый. Этот или этот? Охевой, охевой. Нет, вот этот получается. Второй вопрос, пробуем регулировать чем-нибудь. Результат для меня был очень странный, но факт остается фактом, что вот здесь излучение идет, вот этих счетчиков нейтронов работает гораздо эффективнее, чем здесь. Хотя вроде наводки, все, да и то же там, так сказать. А результаты, эти самые, кстати говоря, Сергей Годин, ну вот ответ на твой вопрос, кстати говоря, по поводу всех этих полей наводок. Интересно, еще под углом 45 градусов оси, будет ли это промежуточное значение или как? Под 45. Второй вопрос, пробовали экранировать целлофаном, сетками, какими-нибудь материалами, чтобы защититься? Конечно, всегда, иначе у вас шумы забьют его, так сказать, работают. Это первое, что надо сделать. Что лучше всего экранирует? Хорошая земля, хорошее заземление. Вот СВЧ, что экранирует? Так сказать, сетка не экранирует. Ответ получен, Николай. Спасибо. Спасибо. И последний вопрос Куриленков, Юрий, пожалуйста. Толь, спасибо большое. Крайне интересный доклад, и там много можно задать по эксперименту. У меня ликбезовский вопрос. Кто первый ввел понятие нейтроноподобных частиц, и в связи с этим ты мельком вначале Сахарова все-таки упомянул. Он что-то об этом говорил или похожие близкие вещи? Именно так и говорил. Нейтроноподобный объект. Я бы сказал, что этот термин ввел, наверное, впервые Сахаров. А вот. В своем этом, так сказать, закрытом докладе фиановском. А вообще-то… Ну, скажи два слова подробнее, значит. Нет, нет. Семеном Катаризом? А на самом деле, значит, ну, он, конечно, как вот Володя Бычков в Сырове говорит, скоммунистов. Плохое слово, но она отражает суть. Он первый из, значит, вот россиян, кто в Нэйче прочитал статью Франка. То есть Франк первый, так сказать, вот… А, понятно. …вел это понятие. Понятно. Толь, и еще вот, видом Ларсен, ты на слайде несколько раз говорил про работу. А это 2018 года, но там как-то ссылка нечетко дана. Или я ее не увидел просто? Ну, я тебе пришлю там. А, окей, все. Спасибо большое, Толь. Очень интересно. Спасибо. Спасибо Куриленкову за вопросы. Друзья, мы уже довольно полтора часа вопросы задаем. У меня еще тут пару вопросов есть. И вот начали поднимать руку для выступления, как я понимаю. Пархомов поднял руку. Ну, Саш, до тебя я пару слов. Федор Зайцев, он и так далее. Спасибо. Я еще два вопроса задам. Во-первых, два или три. Толь, вот, во-первых, в расчетах Евстигнеева что-то об энергии, об энергии что-то говорится? Нет, ничего. Он не выводил. Это ты имеешь в виду в результате этих вот… Ну, да, да, в результате этих трансмутаций какие энергии? Минусовые, плюсовые, что там получается? Значит, наверное, они могли вывести это все, если у них попросить было. То есть, значит, то, что они не делали это, но вот так он докладывал, без вывода тепла или энергии. Энергии, ты правильно сказал. Понятно. Да, теперь второй вопрос. Вот любые трансмутации, связанные с нейтронами, они будут сопровождаться возбуждением ядра, получением нового какого-то вещества возбужденного ядра и потом дальше снятие возбуждения тем или иным процессом. При этом энергии суммарные будут порядка нескольких мегаэлектрон-вольт. Вот куда они, их рассчитывал Истегнеев, о них что-то он говорит. Ну, ты прав, абсолютно. Вот эти вот реакции нестабильных частиц, вот они перечислены, то, что они тут все учитывали. Вот, и вот эта энергия выхода, вот, допустим, в нижней части клеточки, там 8 и 9, вот на МЭФ получается. Все прописаны, какие тут вот поглощаются, выделяются, значит, вот, ну, помимо сечения и скорости реактора, прописанный энергетический баланс. То есть, это можно посчитать. Ну, да, то есть, ну, вот, самое главное, что гамма, гамма, гамма будет, а мы его, мы же все знаем, что мы его не видим. Да, понятно, ответ получен. Нет, да, с гамма он говорит, что, на самом деле, о чем Ларсон говорит, что, на самом деле, у тебя, раз ультрахолодные нейтроны, значит, то, вот, основную долю импульса выносят, вот, вроде бы, как окружающие, вот, передается на окружающие вот эти вот нейтроны, значит. А вот, ну, ты тоже прав, гамма-то выносит, причем тут нейтроны. Ладно, Толь, хорошо, понятно. И у меня последний вопрос, самый такой для меня важный. Вот ты упомянул в ходе доклада очень важную вещь. Мы тоже ее видели. Вот я хотел бы, может быть, ты сейчас нам сходу покажешь. Ты сказал, что вы видите нейтроны на осциллографе, на осциллографе, но они немножко не такие, как обычные нейтроны. Вот можешь что-то показать, показать сейчас? Ну, если... Картинку с осциллографа, если она у тебя есть тут в слайдах. В слайдах, по-моему, нету, но пока там будут эти самые вот выступать с пояснениями, я могу найти и показать. Хорошо, спасибо. Да, было бы хорошо посмотреть. Тогда у нас несколько человек с выступлениями. Пожалуйста, парком, Саша, пожалуйста. Ну, доклад Климова, как всегда, выше всяких похвал, особенно то, что он доложил о своих экспериментах. Эксперименты эти уникальные, и вряд ли кто-нибудь может сравниться вот с этими экспериментами у нас в стране, может быть, и во всем мире. Ну, я больше коснусь теоретической стороны. Ну, нейтрон. Ну, вот если... Как он внутри устроен, это вот предмет дискуссии до сих пор. Вот, а то, как он взаимодействует с внешней средой, это исследовано абсолютно досконально. И все перемерено и перемерено. Для каждого нуклида известны, значит, сечения взаимодействий, в зависимости от энергии и так далее. Поэтому вот очень соблазнительно создать на этой огромной базе знаний теорию. И действительно, эта теория будет правильной, она будет работать. Я нисколько не сомневаюсь, что если действительно ультрахолодные нейтроны направить на вещество, то там пойдут процессы именно так, как вот это получается в теориях. Но в чем тут проблема? Ну, тогда бы неизбежно все-таки возникло захватное излучение. Никуда не денешься в той или иной мере. А скорее всего, вот эти вот все отговорки, что там как-то это может нивелироваться, это весьма сомнительно. Конечно, вот эта цепочка радиоактивности, где в том числе присутствует бета-плюс процесс. Это мы сразу увидели по анегляционному излучению 0,512 мэва. Поэтому вот эта вот теория, она, хотя неправильная, но она не относится вот к нашему явлению, к лену, она не имеет отношения. К тому же возникает вопрос о том, откуда же берутся эти нейтроны, ну, там тяжелые электроны и так далее. Это очень интересно. И вот поверхностные явления. Вот я хочу напомнить об экспериментах, которые мы делали с Вожутовым 10 лет назад. Значит, эти эксперименты заключались в том, что была капсула, куда наполняемая, ну, в основном больше всего порошком никель, с порошком никеля работали. И, значит, там давление водорода или терия, ну, доходило до 90 атмосфер. И что было обнаружено? Вот при температуре около 300 градусов действительно оттуда шли нейтроны. Почему я говорю так уверенно, что это были нейтроны? Потому что вот мы мерили несколькими методами. Ну, прежде всего, конечно, счетчик, гелий-три счетчик. Там счет доходил примерно до одного импульса в секунду. Это вот, ну, по крайней мере, в 100 раз больше естественного фона. И, кроме того, из нейтронов было столько, что удалось даже использовать активационную методику с применением Индии. И причем величины потоков нейтрона оказались и тем, и другим способом примерно равны. Вот, ну, в чем здесь опять проблема? Да, я бы сказал, что вот это очень интересное явление. Она, возможно, как раз связана с тем, что вот что-то вроде того, что Видам Ларсон говорил, и действительно происходит. Там порошок на поверхности, значит, водород, он как-то проникает внутрь, и там вот что-то такое происходит. Ну, в чем здесь? Да, и вот это вот интересное явление, почему-то им мало заинтересовались, оно действительно интересно. Я бы даже назвал вот это вот явление эффектом Бажутова. Почему бы нет? Это действительно явление, которое заслуживает того, чтобы ему дали имя его открыватели. Ну, в чем здесь такая особенность? Ну, если посмотреть, с каким энерговыделением связано вот это испускание нейтронов, то получится, ну, скажем, 10 минус 9 ватта, где-то вот так вот. И никаких изменений в никеле не было замечено. Так что вот это вот явление, оно вряд ли имеет отношение к Ленеру. И что интересно, вот только при температуре около 300 градусов наблюдается это явление. Причем не только в никеле, мы наблюдали это также в бериллии, загружали бериллиевые фольги, никелевые фольги загружали, загружали лантанникель-5, это вещество, которое очень эффективно поглощает водород. И вот там наблюдались такие явления. Ну, а я обо всем здесь не могу сказать, это все опубликовано, можно почитать. Ну, а если мы обратимся к действующим реакторам, Ленреакторам, то там мы не видим, не видим этого вот даже такого маленького излучения нейтронов. Мы не видим, естественно, захватного гамма-излучения, поэтому вот так вот вряд ли можно говорить, что там что-то такое, связанное с нейтронами, происходит. Ну, ладно, ну, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо, Александр Георгиевич, Федор Сергеевич. Только вы, друзья, вот я хочу, и вот, ну, Пархомов уже высказался, вы весь свой пыл не выпускайте, потому что у нас 15-го продолжение будет. Вот, и учитывайте, пожалуйста. Федор Сергеевич, пожалуйста. Да, я несколько замечаний. Ну, во-первых, физика не отвечает на вопрос, что такое нейтрон, и почему протон и электроны в атоме водорода устойчив, в нейтроне неустойчив. Волновая функция не имеет физической интерпретации, поэтому объяснить ничего не может. Ну, и пока не будет ответа на том, что такое нейтрон, вот говорить о том нейтроноподобный, так сказать, или там какой-то ненейтроноподобный, ну, это некоторые такие качественные рассуждения, но не имеющие, в общем-то, основания такого, я имею в виду, механизма вот этих объектов. Дальше, скорее всего, без учета эфира и резонансов, которые возникают вот в этих установках, тоже не объяснить, откуда берутся там мывные энергии и прочее. Дальше по поводу вот как бы барьеры там, вот 80 сантиметров, 10 сантиметров, здесь два замечания. Первое, что приборы, автоматические счетчики не рассчитаны на дачу показаний, правильных при больших шумах электромагнитных, в том числе. Вы можете просто убрать счетчик, подключить осциллограф и увидеть. Поэтому, естественно, они будут затыкаться. А там идет гамма-излучение, от того, что и установка активирована, и в ней идут ядерные процессы, вот, и шумы электромагнитные, и все это отсекается в проверке, я это проверял вместе с Сергеем Михайловичем, все это я покажу на следующем докладе. Дальше ходили мы вот года два назад со специальной антенной и мерили вот эти всплески. Почему речь пошла о продольной волне эфира именно? Потому что электромагнитные волны, известно, поперечные довольно быстро затухают, там металлические преграды и прочее. А эту мы мерили, ну, куда можно было отойти, там 10-15 метров, через стенки бетонные, металлические двери, она практически не затухает. Поэтому вот этот эффект есть, и он, естественно, отражается, поскольку антенни все равно, что принимать, что там продольные, что поперечные волны, он отражается, естественно, на всех приборах, где большое усиление происходит. А это как раз все эти гамма-датчики там разные, нейтронные датчики. Поэтому вот этот надо момент учитывать. Ну и хотел самое главное обратить внимание, значит, был на семинаре Самсоненко 27 декабря 2018 года. Доклад мой совместный с Чижовым-Бычковым, где предлагалась теория двойниковых границ и электроотрицательности. Объяснение вот этих вот ядерных реакций, которые происходят. Поля там спокойно 10,8 вольт на сантиметр достигаются из электроотрицательности. Энергия в двойниковых границах до 200 кФ. А я напомню, что в термоядерном реакторе там плазма 20 кФ имеет всего. То есть это условия, подходящие для как раз ядерных реакций. Ну и самое главное, что, приоткрою, так сказать, пока предварительно, то экспериментально показано, что теория двойниковых границ и электроотрицательности работает. Это вот я впервые, наверное, заявляю. Были эксперименты, надо повторять, конечно, смотреть, разные вещества пробовать, но она работает. Значит, этот доклад есть в интернете, есть на сайте th21.ru, можно посмотреть. Ну и, конечно, там все достаточно простыми, как и должно быть, простыми эффектами объясняется, совершенно понятными. Но главное, конечно, там образование тяжелого электрона. Ну, тяжелого в смысле с маленьким радиусом, будем так говорить. Некоторый процесс предложен. В общем, он все это подтверждается вот пока предварительно экспериментом. Все, спасибо. Спасибо, Федор Сергеевич. Михаил Кащенко, пожалуйста. Значит, у меня здесь такое, ну, парочка небольших дополнений. Ну, вот прежде всего, когда речь зашла о, так сказать, ну, те состояния, я, конечно, Франко не читал, и, соответственно, так сказать, Сахарова не читал в тот момент. Но когда посмотрел на эксперименты, мне показалось совершенно естественным ввести понятие вот квазинейтронов, как я их назвал. А почему совершенно естественным, и я до сих пор даже не понимаю, в чем, собственно, проблема-то физически. Никакой проблемы я не вижу даже на уровне квантовой механики, которая не полна, конечно. Почему я не вижу? Значит, если мы посмотрим обычный, обычный, вот как-то люди, видимо, или забыли, или уже не помнят, или не думают на эту тему, обычный квантовый механический расчет атома водорода, ну, единственное, так будем говорить, большое, ну, так, большое достоинство, что все там сосчитано аналитически. Так? Ну, что же мы там видим? А мы видим следующее. Есть радиальная функция, ну, там метод разделения переменных, понятно, радиальная волновая функция. Но, что характерно для радиальной функции? Для радиальной функции характерно следующее. Она достигает максимума, грубо говоря, в центре протона. Ну, то есть, мы вообще берем протон там как точку, массу его большой, и вращается электрон вокруг него, а не вокруг общего центра масс, но это все ерунда. Значит, отсчет идет от R равного нулю. Это как бы силовой кулоновский центр. И получаем там максимальную, подчеркиваю, максимальную радиальную функцию. Именно отсюда следует, ну, и это официально было введено понятие в квантовой механике, что раз точка, идет контактное взаимодействие в точке. Так вот, что я хочу сказать. Значит, и совершенно элементарно тогда понятно, что стационарные состояния, ну, эти вот пресловутые Боровские там радиусы и так далее, которые без разницы, квантовая механика, модель Бора там и так далее. Значит, это стационарные состояния. Вот эту возможность, как говорится, уже теперь из волновой функции, угловая часть там Тетафи обеспечивает эту стационарность. Но никакого запрета, в первую очередь, конечно, для S-электронов, так сказать, сферически симметричных, никакого запрета им пребывать внутри, так сказать, протона. Ну, я протона восстанавливаю, там никакого протона нет, точка просто, да? Ну, если так мы мыслим, что, значит, это не точка, все-таки некий объект. Так вот, никакого нет. Но стационарного такого решения нет. Значит, совершенно естественно, должны быть нестационарные состояния. Ну, это просто очевидно. То есть не требует вообще никаких расчетов. Это просто очевидно. Поэтому я там проблемы никакой не вижу. Ну, а для того, чтобы, ну, вот это уж стало совсем очевидным, я хочу сказать, что дело не только в расчетах, всем известных, вообще, так сказать, ну, они, конечно, не школьные, но, по крайней мере, в вузах в обязательном порядке, да? Ну, конечно, когда речь идет о, так, будем говорить, немножко специализированных курсах физики. Так вот, дополнительно, помимо этих расчетов, ну, извините меня, есть эффект Мюсбаура, да? В этом эффекте есть изомерный сдвиг. Изомерный сдвиг прямо пропорционален разности плотностей, состояний электронной плотности на ядре. На ядре, понимаете? Если бы не было, меня слышно или нет? Слышно, слышно, хорошо, не волнуйся. Вот, если бы не было плотности на ядре, не было бы никакого изомерного сдвига. Я обращаю ваше внимание, это просто как азбучная истина, что электроны, так сказать, проводят довольно много времени нестационарно, нестационарно. Так вот, значит, должны существовать, это совершенно очевидно, нестационарное решение. И вот то, что, скажем, сделал Киркинский, я прошу прощения, правильно и нет говорю там фамилию, я сразу, ну, как очевидную вещь, отметил, что ну, вот сделал. Единственное, что меня удивило, что в том сообщении, которое я прочитал, ну, там краткое сообщение, 10 минус 13, 10 минус 14 метра и не больше, должно быть и 10 минус 15. Ну, понятно, там сказано, какие-то, значит, орбиты там, радиусы и так далее. Так вот, это совершенно очевидно, что такое решение должно быть. Ну, а если оно есть, а если оно есть, ну, а его не может не быть, нестационарное. Все, понимаете, как привыкли про стационарное говорить. Так если оно есть, у вас просто электрон, эскортирует, как я сказал, это я не для того, просто повторяю, ну, это эскорт осуществляет, то есть рядом находится с протоном, да, и никаких тут неясностей, каких-то там безумных теорий не требуется, это просто очевидная истина. И он его сопровождает, и не надо, чтобы он в нейтронном состоянии обязательно влетал в ядро. Не надо. Если он его довел до состояния 10 там 14 минус 14 метра, да, уже идет активный обмен, так сказать, пионами. И этот протон совершенно спокойно захватывается, а эскортирующий электрон, выполнивший роль катализатора, никакой не тяжелый, обычный электрон, он спокойно освобождается и может работать дальше. Это вот то, что касается обычной, подчеркиваю, обычной квантовой механики. А вот второй сценарий, второй сценарий, который недоступен квантовой механике, да, это когда электроны эскортируется парой электронов. Михаил, Михаил, вот простите, вы же, вы же комментарии по сегодняшнему докладу, а вы свою теорию опять хотите изложить. Нет, нет, я просто говорю, что это два разных случая, но есть очевидный случай квантово-механический, не требующий никаких усилий, каких-то сверхусилий, каких-то сверхинтерпретаций. Это совершенно очевидная вещь. Вот то, что я... Да, кстати говоря, обращаю ваше внимание на еще один экспериментальный факт, который почему-то, как бы с этой точки зрения, кажется непонятным. Наоборот, понятным. Есть захват, как вы все прекрасно знаете, электронов, так сказать, К-захват ядрами. И говорят, что это относится к какому взаимодействию? К слабому во всех учебниках. А что такое слабое взаимодействие? Его радиус 10 в минус 18 степени метра. Как тогда могло оно сработать? Да это просто означает, что у вас влетает туда электрон, причем не просто в ядро, а внутренний уклон может проникать, чтобы сработало слабое взаимодействие. И вот два этих факта, эффект Носбавера, абсолютно жестко промеренный с необычайной точностью. И захват электрона, ну может что-то еще есть, они просто свидетельствуют о наличии нестационарных электронных состояний обычной квантовой механики описыванной. И вот я уже повторяю, Киркевский взял, показал, молодец, правильно. Давайте не будем повторяться. Все? Спасибо. Спасибо. Спасибо за комментарий. Вот у Боба Гринье у него презентация будет. Толь, ты там что-то нашел, наверное, на мой вопрос. Ответь, просто тебе презентацию снять придется. Ну, это я вот показываю, значит, наблюдение вот этих нейтроноподобных частиц, когда у нас вот разряд был, вот видите, желтеньким. Это вот такая ступенечка, одна миллисекунда вот такой разряд в выразенном плазматроне пащины. И вот, ну, как реагирует на него вот нейтронный датчик. Понятно, что вот все наводки после импульса их нет, а тут просто выключен источник, источник, генератор выключен. То есть, вот он сработал и сформировал импульс, и дальше ноль напряжения. Желтое это напряжение. Так вот, нейтронный датчик видно вот прогенерировал здесь вот три сигнала, здесь вот, так сказать, этот самый гораздо больше, но они очень маленькая амплитуда. Что такая, струба идет вот из такого бисера. Значит, ну, можно считать, что вот эти вот частицы, они чем-то похожи на, значит, нейтронный сигнал, который вот здесь он очень похож на нейтронный сигнал. Я сейчас могу показать, как выглядит настоящий нейтронный сигнал от калибратора. Сейчас это я уберу тогда. Вот там вниз у тебя совершенно какая-то бахрома, а в нейтронах такой бахромы нету. Нет, нет, ну вот еще раз. Вот нейтронный датчик, значит, мы от нейтронов, когда... Вот он, да. Вот он, там классический выглядит, так сказать, вот резкий фронт и потом, так сказать, это цена. А здесь иногда... Антон Иванович, извини, это сцентиляторный датчик, да? Да, это сцентиляторный датчик, ну, так сказать, это вот от реальных там... Сцентиляторный или еле-3 датчик? Какой? Нет, это сцентиляторный кран, который у нас применялся. Вот написано кран один. Значит, это вот как раз Баранов привозил этот источник с Мирицей, мы там с Берилием, что ли, там он, значит, это самое. Мы вот смотрели эти нейтроны, действительно, так сказать, для начала вывели... У крана нет выведа на экран, но мы с Фео вывели на экран, ну, и когда вот на самом деле попадает что-то похожее, так сказать, пролетает, на что реагирует вот этот вот сцентиляторный датчик, ну, видите, это, ну, вообще какой-то высокочастотный сигнал больше похожий на шум, но он срабатывает, он считает его как такой. Ладно, понятно. Проблема, Анатолий Иванович, в этом и проблема всякая. Да, спасибо, спасибо, Толя, ты ответил, вот, тогда снимай свою презентацию, потому что Бобу Гринье, Боб Гринье хочет нам кое-что показать. Убери свою презентацию, пожалуйста. Да, спасибо. Боб, your comment with slide if I right understand you. Боб, включи микрофон. Okay, thank you. I want to speak to the boron and calcium observation and potential balancing reactions. So, as you may beware, we have done, if I can share this, can you see what I'm showing here, this gray area? Can you see that? We see it, we see it. Okay, so this is a video of a sheet of aluminium in water and I will turn on the ultrasound at 43 kilohertz. And within a few seconds of the sound starting, we get resonant interaction and the production of what was initially called two spots. And they find their locations and then they stay there and they work hard in those locations. So, ultimately, it ends up by cracking the aluminium in specific zones. So, it's a very simple experiment. It costs $35 and takes about 20 minutes to conduct and learn. Using that information, we produce these structures which are exactly and precisely the ratio of the yin-yang. Absolutely. Anyone can do this from five years and up. It's been replicated widely. And when you run the experiment for a few minutes, you end up with the start of a breakdown. And you can see there's a vortex going this way around, which is the same ratio exactly as a spiral galaxy. And there's another vortex going the other way around. Okay? And when you zoom into these structures, you have accretions and it's where the vortex comes and collides with itself. Okay? It's not quite on the center point. It's off center. And if we look on one side here, and I'm looking at the analysis on this side, we have as much as 35% by weight of boron in one spot on this central point and 31% again. Now, there is zero calcium on this side. On the other side, we have similar, this spot here, which is under here, this is the carbon tape. So I have to look at the closest to the center point and it's off center. It's off center in a different way on the other side. But if we look at two spots here, we see that we have by weight 4.37% calcium and there is 0% boron. So on one side, if you imagine this was concentrating impurities in the reactor, you would imagine that this would have boron and calcium and this would have boron and calcium. But in fact, what you have is on this side, you have only boron and zero calcium. And on this side, you have only calcium and zero boron. Now, if we look at the Parker-Mogg reaction tables, if we take the paramagnetic oxygen molecule and the paramagnetic aluminium and we fuse them, we get isotopes of calcium with large net energy gains. And if we go and look at the fission of aluminium to boron and oxygen, we end we end up with large negative mega electron volt gains. Sorry, losses rather. So what I'm suggesting therefore is that on one side, the vortex is assembling matter and on the other side, it is dissembling matter. And therefore, unless you can separate the two vortex ends, you will not gain excess. You'll in fact have excess cooling on one side and excess heating on the other side, but the actual action occurs at almost infinitesimally small point and the nuclei is transferred from one to the other. That is my point. So when you're observing, in this case, it's easier because we only have water, hydrogen, oxygen, and we have aluminium. And so the calcium is heavier than aluminium and needs oxygen and the aluminium. And the boron needs to fission the aluminium and leads to the production of the oxygen that comes on the other side. So I'm wondering if you are considering that these processes are balancing the reaction. I've observed this exact structure with the same exact proportions in Alexander Parkamod's 225-day reactor. I've shared that widely at my presentation in ICCF 22. I've shared the exact same structure on a Mars gas on a tungsten rod. I've seen the exact same structure on a vibrating plate in a palladium coated vibrating plate. It's ubiquitous and you tend to find the heavier elements. So if you actually look here on the side where you're getting the heavier elements form, we're even getting some silver. On the side where the lighter elements are formed, it's much less. You're getting mostly carbon nitrogen in there. So have you considered that we're not getting energy out of these systems? Because the best example I can give is the presentation given on ICCF 20 by the late Dr. Mahadevan Srinivasan. They had an electric arc furnace at the 11 megawatt or 14 megawatt level running for 11 weeks in southern India and it produced three extra tons of silicon per day and one extra tonne of iron per day every day for 11 weeks. And there isn't a huge hole in India. So there must be some balancing going on. So for instance, hydrogen could be being synthesized by tearing matter apart and that's highly negative. And carbon and oxygen are fusing together to form silicon for instance and that is highly positive. And it is through the yin-yang process which any five-year-old can conduct this experiment in 20 minutes, you get a balancing action. And so that is my point about you're observing both the production of a lighter element. I know in your case you're actually starting with nickel, so that is heavier than calcium. But in that reactor, am I right in saying do you have a capillary in there and you've got maybe carbon and oxygen and hydrogen? What are the other elements you have in that reactor, please? Amatoly? It's very much information and it's not sometimes to you have in you have good and you have that you said you have probably understood Мы поняли, что у тебя в одном месте скапливается бор, а в другом месте скапливается кальций. Правильно я понял? То есть вот там инь, янь, это тоже второе. Значит, мы все видели, что вот где-то есть бор, а где-то его нет. Здесь кальций. Правильно? Здесь кальций и кальций, и нет кальций и кальций. Не-не-не-не, подожди, подожди, это его домысел. Давайте все-таки сейчас вот ясное от неясного, и инь, янь, это потом будем. Давайте вот видно одно, что там, значит, у него одна прогорела, там большая энергия, вторая не прогорела, фольга, значит, поменьше энергии. Вот он видит какие-то здесь, я так понимаю, эти кратеры, которые появляются у него от удара искры на эту фольгу. Алюминиевая фольга в воде, по ней бьет разряд. Я так понимаю, это сам Боб. Yes. Он ответил тебе, что да, ты правильно понимаешь. Значит, это interaction between the electric discharge, streamer discharge, with the aluminium foil. No. It is water, aluminium foil, suspended at the same level, and then it is 43 kHz ultrasound only, in a standard ultrasound chamber. And it takes between 90 and maybe 360 seconds to start synthesizing elements. Значит, если я тебя понял, и теперь уже, наверное, все поняли, значит, речь идет не о разряде, а об ультразвуке, который вот у тебя фольга находится в этой вот воде. И ультразвук вот делает вот эти следы. Правильно? Значит, ты задаешь вопрос, почему, значит, вот об ультразвук производит в одном случае, значит, дырку, большое выделение энергии, в другом случае, так сказать, это не дырка, а, так сказать, ну, только вот, значит, и в этой дырке на краях ты обнаружил здесь полно, вот, значит, кальция, а здесь вот, когда еще не прорвалась фольга, здесь бор сосредоточен. Правильно? Мы сегодня, Толь, мы сегодня на этот вопрос не ответим. Вот это новый эксперимент, новые, сравнительно для нас новые данные. Спасибо Бобу за очень интересное дополнение к тому, что ты показывал сегодня в своем докладе. Боб, thank you very much for your comment. Боб, if, please, send me the message with the detailed information about this experiment. Yes, I will do. Thank you, Боб. So, very, 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 very interesting results, super, super high, super high movie, movie, registration of, 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 of details of, with the movie. I will send a Google link with the, all of the images that I shared and the analysis. Okay, thank you. And, спасибо Бобу и Алексею Черепановым, пожалуйста, ваш комментарий. Да, спасибо Бобу, очень интересный материал. Но мое выступление довольно короткое, и оно обращается в основном, конечно, к Анатолию Ивановичу. Значит, Анатолий Иванович, все, что я хотел сказать, я изложил в комментариях к этому ролику. Вы просто обращаетесь в чат, смотрите мои комментарии, и еще отдельное вам спасибо за то, что вы засомневались в том, что вы измеряете, что и как вы измеряете. Вот это сомнение, я думаю, позволит вам правильно избрать за тем путь, потому что в этом самое главное, с моей точки зрения. Ну, а так как вы знаете, что я сторонник того, что электрического поля нет, зарядов нет, кулоновского барьера в природе нет, то это все объясняет. Спасибо. Спасибо Алексею. Филипп Иванович, пожалуйста, ваш комментарий. Я хотел сделать несколько замечаний по выступлениям, докладам. Вот Михаил Кащенко сказал, что псифункция проникает внутрь. Ну да, это так, только единственное, он забыл, что псифункция не является информативной, как здесь уже говорилось, а информативна вероятность. А чтобы найти вероятность, надо пси на пси комплексно сопряженной, да плюс еще на 4πr в квадрате умножить. И r в квадрате, так сказать, делает псифункцию, вернее, вероятность нахождения электрона в центре протона равной нулю. То есть никакой электрон не находится в протоне. Более того, квантовая механика запрещает ему там находиться по причине того, что длина волны Дебройля у протона очень маленькая. И чтобы туда проник электрон, нужно сделать его мизоном, по крайней мере. Ну, по крайней мере, сколько там, в 400 раз увеличить массу. 200, 200. Поэтому говорить о том, что электрон находится в протоне, это неправильно. И второе тут же замечание по поводу того, что масса растет с увеличением скорости. Это тоже вопрос открытый. В УФН можно хороший окуня посмотреть, обзор. Здесь уже об окуне говорилось. Там, значит, что происходит? Ведь известно, что импульс – это есть масса на скорость и на коэффициент преобразования Лоренца. Ну, так вот, коэффициент преобразования Лоренца надо относить к скорости, а не к массе. А масса при этом остается как бы постоянной. Но при, значит, е-захвате, действительно, по видео масса электрона, так сказать, обменивается с массой ядра или протона. И мизоны уже схлопываются при е-захвате. Ну, о чем говорил Михаил Кащенко. То есть, этот вопрос действительно очень интересный и пока, так сказать, до конца не исследован, как происходит е-захват. Ну, и третье, значит, что я хотел бы отметить. Я вот занимался наночастицами, хотя здесь звучало, что никто в этом ничего не понимает. Значит, что там, какие удалось понять? Ну, вот говорят о том, что масса меняется, то ли растет, то ли уменьшается. На самом деле, все решается и вторым способом. Это изменением диэлектрической проницаемости вещества, ну, от расстояния. Если вы возьмете, наоборот, по спектрам будете смотреть, как меняется диэлектрическая проницаемость от центра аккумуляции или фокусировки и введете зависимость, то можно массу электрона считать постоянной, а диэлектрическую проницаемость в виде колебаний таких. Ну, на самом деле, если вы что-то вбиваете в стенку, то, понятно, идет волна некая. Ну, это волна Дебройля для тех частиц, которые окружают данный гвоздь, который вы вбили. Ну, и в квантовой механике он замерзает в виде псифункции в квадрате. Ну, а значит, диэлектрическая проницаемость таких материалов будет меняться в зависимости от расстояния до центра такого возмущения. Ну, и вот для фуллерена, значит, что было сделано. Оказывается, фуллерен может захватывать и фокусировать в себя до 6, а в некоторые академики указывают до 9 электронов внутрь себя. Размер фуллерена – это порядка 0,72 нанометра. Ну, и я вот взял, учел поляризационные силы на некотором расстоянии от фуллерена, задачу сферически симметричную поставил, ну, и использовал модель Гамова. Ну, и для, значит, постоянных масс электрона в этой структуре я получил весь спектр, который наблюдается в экспериментах. То есть неплохо описывается именно поляризационным барьером на расстоянии порядка 0,24 нанометра от фуллерена, а 0,26 я ставлю такой барьер, а 0,36 – это радиус фуллерена. Ну, и получаю весь спектр такой вот потенциальной ямы. Ну, удалось рассчитать даже величину потенциального барьера, в котором находится электрон – это 18 электрон вольт. То есть, представляете, что из такого барьера выскочить электрон с энергией даже 12 электрон вольт не может. И вот такие спектры резонансного захвата электронов с энергиями больше нуля были экспериментально сделаны немцами, ну, и уральцами у нас тоже. По крайней мере, 0,24 электрон вольта первый, значит, барьерный такой захват наблюдался и у нас. А немцы вытащили спектр от 0,24 до 12 электрон вольт для С60 и 20 электрон вольт для С70. То есть, оказывается, все эти задачи решаются хорошо с постоянной массой электронов. Ничего я не менял массу, вставлял и получал спектры, которые отлично совпадают с точностью до 4%. Я считаю, что это достаточно хорошая точность в этих задачах. Ну, вот такие замечания. Спасибо за внимание. Спасибо, Филипп Иванович. Я хотел бы… Два слова по поводу все-таки Филиппа. Он затронул живое. Филипп, ну, во-первых, электронные ускорители в МРТ, ты же там работал. Значит, ну, они вынуждены, релятивистские пучки, учитывать его увеличение массы электронов. Тут ты что-то намудрил. Да ничего, я не намудрил там импульс-то. Решетки-то на импульсе, ни скорости, ни отличие. Ну, надо вводить поправку на ускорение. Значит, в этих самых… Второе, вот ты, значит, ну, я тебе могу дополнительную информацию. Вот посмотри все-таки 24-ю конференцию. Порсли решал задачу об имплантировании протона, уже не электрона, а протона, в эту вот ловушку из фуллерена. Посмотри, что там получилось, так сказать. Ну, так, тебе, наверное, будет это интересно. Нет, если у тебя есть эта ссылка или работа, пришли мне ее. Ну, в трудах конференции. Я не вижу больших проблем. Единственное, что у тебя ничего заметного не будет. Потому что протон, если ты внедряешь, у тебя масса огромная. В 2000 раз спектры у тебя уходят ниже низкого. И что ты там найдешь? Спектры ты не получишь резонансного. Посмотри, посмотри, они утверждают, что там это эквивалентно сжатье вот этого, так сказать, фуллерена. Ну, правильно, а что? Давлением в миллион атмосфер. Ну, за счет поляризации это возможно вполне. Все электронные уровни там совершенно меняются. Ну, пришли мне эту работу. Значит, маленькую реплику, чтобы тут народ не был в заблуждении. Михаил, подождите, я вам слова не давал. Вы уже поговорили, все, спасибо. Нет, ну, поскольку тут... Не, не нужно дискуссии. Давайте, мы каждый выступил. Нет, нет, нет. Михаил, не нужно. Вы сейчас будете отстаивать свою точку зрения. Я ничего не буду отстаивать. Я говорю просто-напросто о решении, которое известно. И это именно ПСИ от нуля в квадрате, так сказать, вероятность или электронная плотность не ноль. И она прямо включена в эффект Мюсбавера сдвиг. Значит, здесь какая-то путаница. Ну, я за это абсолютно отвечаю. Так что, Филипп Иванович, давайте там взглянем. У меня нет, конечно, перед глазами учебника, но я эти еще помню. Ну, хорошо, тогда взгляните получше. Он просто, Михаил, он просто... Филипп напомнил, что если косинус помножить на r квадрат и проинтегрировать по dr, то получим ноль в нуле. Вот что он хотел сказать. Нет, синус, синус, синус. А он про косинус вообще говорит, про косинус волну вообще говорит. Про твою любимую. Про косинус волны нет. Ладно, друзья, давайте сейчас дискуссию не будем. Значит, смотрите, мы и так уже три с лишним часа, почти три с половиной. Я давайте пару слов тоже скажу. Ну, не буду глубоко. К сожалению, к сожалению. Ну, может быть, это нормально. В конечном счете каждый пытается рассказать немного о том, что он знает. И это, наверное, правильно. Это правильно. И мы тем самым обогащаем друг друга. Для меня вот новым было сегодня в рассказе Анатолия Ивановича впервые более-менее явственно прозвучало для меня, что через некоторое время, при очень незначительном воздействии на продукты трансмутации, при плазменном незначительном воздействии на продукты трансмутации, они распадаются. Вот это первый раз прозвучало, вот вообще, вот за всю историю того, что я тут знаю и читал и присутствовал на разных семинарах. И это супер важно. Это вот, может быть, самое главное, что было в сегодняшнем докладе, для меня, по крайней мере. Ведь мы всегда, как делаются в лучшем случае у нас в России эксперименты по массоспектрометрии, проходит месяц, месяц в лучшем случае, этот образец где-то там лежит, потом его начинают там нагревать, там, я не знаю, электронным ударом возмущать и так далее. После этого какой-то массоспектрометрический анализ. Анатолий Иванович показывает, что это все, наверное, приводит к совершенно фальшивым результатам. Вот это очень важно для меня, по крайней мере, было сегодня самым главным. Ну и, конечно, Толь, вот это недопонимание, просто вот о чем говорит Филипп. Он Охунь упоминал, мою любимую статью насчет массы. Охунь просто говорит, что, товарищи, давайте считать массу так же, как и заряд, постоянной, нерушимой константой, а изменяется энергия, изменяется и импульс, и так далее, и так далее. Вот, а масса и заряд, они являются константами, а вот эти изменения энергии или импульса, они определяются так называемым гамма-фактором, который, ну вот, он зависит от скорости, от скорости света. Вот о чем говорил Филипп. Друзья, на этом, а, нет, вот Анатолий Иванович, заключительное слово. Толь, пожалуйста. Ну, я, собственно, благодарен всем, кто принял сегодня участие. Я смотрел там, все-таки народу было, так сказать... 54 человека, ты молодец. Довольно много. Вот, и вот, ну, все, кто высказывался, вот, мне, все это я записал для себя, все эти вопросы. Те, на которые я там пытался ответить, но не на все я ответил, так сказать, достаточно строго и хорошо. Это я пометил на следующий вот круглый стол, о котором говорил Валерий Николаевич. Вот, и поэтому, ну чего, я считаю, что сегодняшний этап, это вот я забросил еще раз, значит, этот шарик вот в наш комьюнити, который вот должен созреть к круглому столу. И мы должны все-таки пообсуждать вот вопросы, связанные с нейтроноподобными частицами, что мы под этим понимаем и откуда это все исходит. Я пытался сделать это вот, проследить историю, так сказать, еще до Гамова, так сказать. Вот, значит, ну, то есть не мы первые это говорим, но четкого понимания, как все это работает, даже в режиме раздраконенного. У нас же голубая мечта, это же вот она видна, вот она перед глазами. Это мизонный каталис. Понятно, как все может происходить. Если бы удалось создать мизоатом, ну, мизонный каталис, так сказать, пожалуйста, это нейтроноподобный объект, он бабахает в этот самый. Валерий Николаевич, правильно говорит, безбарьерная реакция практически, но там не безбарьерная, а подбарьерная, они называют, потому что тоннелирование все-таки имеет место быть. Вот, то есть меньше, чем, ну, это мое мнение, и Сахаров его разделял, меньше, чем каптоновский радиус подойти к нейтроноподобному объекту не удастся к ядру. Но, тем не менее, это очень маленькое расстояние, вероятность проникновения. Я посмотрел, там вот обычный водород, протон с протоном, это 10-85 степени прозрачность барьера, чтобы вы понимали. А здесь у них, получается, значит, прозрачность барьера, она все равно не очень большая. 10-7, 10-8. Вот насколько порядков мы снижаем, если подойдем вот с такой частицей, даже комптоновских размеров, значит, к ядру. То есть туннель работает вообще, Киркинский, об этом давно говорил, и я тоже его работы, так сказать, всегда восхвалял, и считаю, что его счетная особенно работа, значит, по моделированию, полуклассическому, то есть там практически придраться-то не к чему, значит, но они же показали возможность все-таки образования, вот, возможность, то, о чем говорил Каченко, кстати говоря. Ну, значит, не я один, видишь, так сказать, народу с течением времени вот своих коллег вот мы забываем, а надо было бы их хорошо еще раз реанимировать. Вот, опять повторяю, Киркинский, дальше идет вот Лаптухов, забытый и не понятый до конца. Ведь он, все мы говорим, дальше идет вот Валерий Николаевич, который, так сказать, ну, значит, вот уже принял знамя. Все мы говорим об одном и том же. Каченко, Михаил, все это одного поля ягодки. Как сделать, так сказать, объект очень похожий на нейтрон? Для того, чтобы вот этот, и лучше всего, чтобы заработал катализ, вот так же, как в Менном катализе. Значит, у тебя вот Мен-то, он сделал свое дело и остался, так сказать, он никуда не делся, он дальше продолжает свою работу, вот. Вот эта картинка, она стоит перед глазами. Понятно, что она имеет какое-то отношение к Леннер, понятно, стопроцентно. То есть, хотим мы или не хотим, все равно все идут этим путем. Это вот последние слова в заключении, которые я хотел сделать перед кругом столом. Спасибо. Спасибо. Друзья, значит, собираемся, на этом дискуссию завершаем. Собираемся силами, с мыслями, с сознаниями к следующему заседанию, которое будет 15 марта. Первым выступает Федор Зайцев, потом там группа на него набросится. Поэтому, Федор, готовься. Сколько будет времени, Валерий Николаевич, на моем выступлении? Федор, ты человек грамотный, и ты знаешь, сколько, я тебе отвечу так, сколько надо, а ты знаешь, сколько надо. Ладно, я покороче постараюсь. Ну, не больше часа, но не меньше полчаса. Вот между полчаса и часом, где-то вот так. Хорошо. 40-45 минут будет нормально. А мы все остальные там что-то, что-то побурчим, как мы все это воспринимаем. А вот Федор немножко с новой стороны на все это будет смотреть, потому что он на самом деле, у него вот есть очень интересная идея с регистрацией нейтронов. Вот он о ней расскажет. Она такая своеобразная. Это связано со временем регистрации, скажем вот так, и пребывание в разных состояниях. Друзья, на этом заканчиваем. Будет запись, и я всем разошлю. Спасибо за участие сегодня. Всем спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, всего хорошего. Спасибо. Михаил Гольдина, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok